На съемке прибыл и готов. Здравствуйте. Николай Борисович, здравствуйте. Вы к нам? Да. Мы на полпути встретимся на лестнице. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Борисович, рады. Это здесь, да? Коллеги, нам сегодня нужно запланировать какой-то конфликт. Нам нужно поспорить о чем-то. О чем спорить? Это неизвестно. Надо вот подумать о чем. Главное, я никого не знаю. Так что нам нужно придумать какую-то тему, вокруг которой мы бы все конфликтовали, спорили. Может быть, даже дрались. При входе в табло сразу. Коллеги, здравствуйте. Как вам здесь сидится? Вот, Николай Борисович, пришел. Здравствуйте. Небезызвестный вам. Здрасте. Здравствуйте. Виктория, Николай. Приятно познакомиться. Давно не виделись, да? Вот они здесь уже, видите, сидят, пьют чай. А я венца, пожалуйста. А вот уже стоим. А мы сюда будем перемещать. Мы проводим подготовительные работы. Вот видите, красный белый. Мы работы произведем. Можно, можно, резаную сделать. Сцена 1, дубль 1, разговоры Москалуэрс. Коллеги, добрый вечер. Мы с вами стараемся встречаться регулярно. При этом приглашаем все новых и новых гостей. Вот общаемся, выпиваем. Кто-то не выпивает, кто-то только закусывает. Но, тем не менее, мы стараемся как-то продолжать традиции. И таких тоже приглашать. Леонид Евгеньевич, расскажите нам, что у вас в жизни за месяц произошло позитивно? Я вот обратил внимание на то, что вы похудели. Ну, как говорится, пост, батенька, пост. То есть, неужели? Нет, ну, конечно. Естественно, что пост — это не диета, это нечто большее. Все-таки относится к духовной жизни человека. Но это отображается и на текущей жизни. На организации рабочего дня, на организации питания. И поэтому, да, наверное, действительно, прошло три недели. И как-то такая легкость в организме образовалась. Вот, удивительная. И как-то это, конечно, помогает. Вот, сейчас так очень резко потеплело. Да, у нас как-то, видите, весны нет. Вот как бы то две недели назад были сугробы, прям в человеческий рост. Теперь бац, и плюс 20. Вот, и, конечно, такая вот... А в нашей жизни, конечно, важна какая-то размеренность и последовательность. Вот, чтобы вот так вот мы не откликались на, как говорится, зов природы, да, там, чтобы прям из зимы, прям в лето сразу перепрыгнуть. Но пройти некое вот такое поприще Великого Поста, семь недель, которые вот как-то нас подводят все-таки к такому, к весеннему, к хорошему состоянию, которое нам позволяет, ну, так упорядочить жизнь, чтобы вот эти семь недель в году, они как-то их выделить особым образом. Вот поэтому, конечно, это вот, ну, можно сказать, почти месяц. Вот, да. Но в преддверии вот мы сейчас послезавтра уезжаем в Южную Осетию. У нас командировка от Московского университета. Это наша традиционная школа молодых ученых-юристов в области экологического и земельного права. Они у нас всегда проходят осенью. Всегда. Вот у нас это будет уже 25-я юбилейная школа. Но из-за глобального потепления вы в этом году... Начали чуть раньше. Мы, к сожалению, не успели осенью, да. Южная Осетия такой регион, где надо успевать вовремя. А мы поставили... Мы согласовали проведение там, но поставили даты первой недели ноября. Нам сказали, нет, все, если вы не успели в октябре, в ноябре там начинаются дожди, и, в общем, вот это все очень проблемно. Поэтому едем сейчас. У нас как бы школа молодых ученых-юристов за 2023 год. Так что мы еще как бы все уже проводили 2023 год, а мы еще проводим мероприятия до 2023 года. Слушай, ну давайте выпьем за успешное прохождение вашей школы. Благодарю. Да, такое, видите, место очень необычное. Я кого не спрашиваю, никто не был в Южной Осетии. Никто. В том числе люди, которые живут в Северной Осетии, кстати. Вот, такое вот... Надолго? Ну, школа традиционно три дня проводится. Не все проходят Рокский туннель. Рокский туннель, интересно, да. Да, вот я как бы это все, да, Рокский туннель, три километра такой вот въезд туда. Ну, от Владикавказа достаточно близко. Это в университете там, да? Да, да. У нас проводятся ежегодно эти школы. Вот в 96-м году была первая в Суздале, и проводится ежегодно. Но самое удивительное, что ни разу не повторяются места. Мы все время в разных. И вот уже, как говорится, многим кажется, что уже начинает заканчиваться локация. Вот. Хотя, конечно, страна наша большая. Тем более мы вот это четвертый раз за границей проводим. Была и в Турции, в Швейцарии, в Белоруссии. Так в Швейцарии тоже нашли. Я чуть не поперкнулся даже. Границы наши расширяются. Дальше ученые, ученые. Не государственные, научные. Но в Швейцарии, как вы помните, Николай Борисович, был филиал. Да, да. Да, вот филиал юридического факультета. И нас там принимали как филиал. Главное, чтобы всегда было там высшее учебное заведение, на базе которого там организуются. Всегда. Неважно, какие его размеры, известность, статусность. Но вот мы проводили и в Мурманске на базе местного университета, в Архангельске, и в Сочи в том числе. Вот, собственно, на базе местных. В Сочинском университете известный. Есть определенная иллюзия, кстати, вот на научные ретриты, а есть, вот я корпоративные вспоминаю, еще когда в Ульфах были тоже там партнеры, раз или раз в два года в обязательном порядке собирались, то есть со всего мира, и были такие слеты партнерские. Они называли сначала ретриты, но потом было сочтено это политически некорректно, потому что слишком, так сказать, аспект отдыха выпячивался. А сейчас в том, что фирма платит, так сказать, а партнеры вот в это время другие работают, партнеры отдыхают. Поэтому был введен термин, да, такой дни, ноу-хау и знаний. Тоже вот что-то такое, немножко даже академический такой момент. Их тоже проводили в различных частях мира, иногда таких экзотических, и проблема была там где-то 500-800 человек собрать всех вместе, найти соответствующий там холл какой-то, конференц, пригласить каких-то хороших спикеров для юристов. А потом вот по мере того, как мы сейчас трансформируемся уже, да, больше осваиваем родную сторону. Поэтому с удовольствием послышим ваших советов относительно того, где пройдет. Недавно мы с партнерами собираемся в Подмосковье. Поэтому вот такое более... Понятно. Такие вещи, как Акапулька, Монако, это уже в прошлом. Слушайте, а вот, кстати, вопрос. Алексей, ты же как судебный юрист очень много путешествовал, наверное, по России. Да и сейчас путешествую. Ну, не только по России. Да-да-да. Можешь вспомнить свои командировки, самую ужасную или самую, знаешь, такую волшебную командировку? Ну, в общем-то, иногда даже бывает так, что самые ужасные, они самые волшебные. Или потом это как попадание в сказку, потом спустя некоторое время. У меня из таких командировок, конечно, нулевые годы вспоминаются, когда это был разгар всевозможных банкротств. Принеменялся такой очень интересный закон, там, 1998 года. Его как... Кто-то его там называл худший закон России с точки зрения того, что можно было очень быстро все банкротить. И очень много, особенно до перевода корпоративных дел из судов общей юридикции в арбитражные, очень много было всяких... всякой движухи в этой части. И вот у нас мы защищали интересы клиентов на Урале. И у меня было несколько, не то что поездок, несколько лет поездок в Пермь. И мы туда... Первая поездка была, что там, значит, другая сторона приняла запретительные меры, запретила там общесобрание, сеть директоров, там сменила генеральную. В общем, там все, что можно было ужасного сделать, сделали. И нас ночью разбудили, как спецназ, так ребята. Срочно надо ехать. Вот такая ситуация. В общем-то, на месте мы вам там все объясним. А оказалось, что аэропорт закрыт. Поэтому пришлось нам, значит, в Екатеринбург прилететь оттуда. Пять часов. Оттуда ехать на машине. И оказалось, что мы так ездили полгода. Пока, значит, аэропорт починили. А потом еще два года я еще туда ездил, практически каждую неделю. То есть иногда, конечно, интересно было, когда вот прилетал, ты прилетал, у тебя заседание в пятницу, что-то нужно там готовить, ты не можешь куда-то уехать, то есть ты должен все выходные там пробыть, а ты уже долгое время, и что-то надо ехать. Я там посетил Ижевск, Кунгур, где был в ледяной пещере. И там такая дорога, чуть не убился там по дороге. Посмотрел, где там Ермак перезимовал. Вот там пушку нашли, ядро. В общем, там вот эти все... Прикам я изучил досконально совершенно. Поэтому с этой точки зрения это всегда хорошо. То есть ты как отец Федор там уже обошел все горы. Да, колбасы, правда, ни у кого-то, кстати, не истребовал. Но такого рода затяжные разбирательства, они на самом деле были тогда типичные. И в принципе, сейчас вот смотрю, спустя годы, с такой доброй улыбкой, потому что тогда казалось, что это так... Свой день рождения даже встретил, где-то там перебирая пыльные судебные архивы. А раньше не было, знаете, вот наших этих цифровых камер. Нужно было с собой там возить такие портативные ксероксы. Это вообще было уже. Проблема была найти там в суде, значит, и штепс у тебя было, нужно было розетку найти. Там все, значит... И вот это было, нужно было разрешение получить. И вот все бегали, искали эту розетку там и все такое прочее. Драка за розетку. Да, и далее возможность мне, так сказать, в розетку там вкнуть шнепсель, когда я помог помощнице суда там просверлить дрелью дело. Тоже такие там огромные дела были. У них там, типа, они приладили вот это вот сверло, и чтобы оно там... Она случайно не просверлила себе там ногу. У нее там маленький такой станок был, она там все там делала. В общем, у нее не хватало немножко силы. Я так элегантно помог, чтобы был вознагражден... Розеткой. Доступом к розетке. Да, это... Мужчина со штепселем, иди ты. Да, 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 да. Поэтому, да, это вот одна из таких было интересных, интересных поездок, незабываемых. А вот с точки зрения Перми в конце нулевых годов при губернаторе Черкунове там было очень интересно, они продвинулись именно в сфере вот градостроительных отношений. Очень было интересно. Я ездил в Пермь, ну, обеспечивал проведение публичных слушаний по проекту генерального плана нового и проекта правил землепользования и застройки. Вот. И так там было вообще, конечно, интересно. Вот действительно. Они, кстати, обижаются, когда говорят Пермь. Ну, все видно, что приезжие. А как? А мягкое Р. Перми. 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 Ну, как Мурманск, да, там что называется и все такое прочее. Самое главное, чтобы правильно произносить слово посекунчик. Посекунчики, да. Это жареные пельмени. Которые, на самом деле, как я понимаю... Покрупнее чуть-то. Да, да, да. Пирожки такие. Которые, ну, наверное, все-таки пришли к нам, наверное, из Китая. Потому что я когда приехал, о, смотрите, посекунчики. Они говорят, да нет, мы уже там полторы тысячи лет их там делаем, там, жарим. Вот. Ну, с учетом того, что наши там Перми чуть пораньше появились, наверное, все-таки какое-то китайское влияние было в этой части. Поэтому, да. Нет, но именно там... Пельмени делают классно. Именно там я узнал, что Пельмянь это с китайскими хлебное ухо в переводе с китайского. Пермя? Нет, пельмень. А, пельмень. Пельмень, пельмень. Пельмень, соленый ухо. Да, я уже испугался, что и Перми это все из Китая. Ни китайское китайским не будет. Понятно. Николай Борисович, а у вас какие воспоминания про путешествие по России? Вы по горам лазили, там, как Алексей? Это что, в командировке? Командировки. Ну, вот интересно. Я в командировки не ездил в университете вообще. А вот когда работал в высшем суде, тогда ездил. И командировки были только один. Это проверка судов. И вот это... Я уж тут не буду говорить, как один проходил, чтобы не пугать общественность, особенно молодую. Я помню, что первая проверка была в арбитражном суде в республике Калмыкия. Вот, наверное, вы это знаете, что это. Да, да, да. Это еще время Лемжинова еще было, да? А, нет. Это была известная судебно-офшорная зона. Ну, ладно. Ну, и налоговая, и прочее, там целая, так сказать. И шахматная приема. Сити ЧС, да, Сити ЧС. Вот, я помню, я там, ну, в общем, как-то там достаточно было напряженно, но там был прекрасный судебный акт. Он у меня висит до сих пор. Ну, это, конечно, все в прошлом. Сейчас это один из передовых судов в России. Вот, арбитражных. А тогда это было не совсем так. И там было такое, а у меня висит такой, даже это, как называется, триптих, а когда две странички. Диптих. 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 Где висит, тоже не скажу, не за столом будет сказано. А там, вот, это диптих. А там написано, низкое признание права собственности на нефтяные скважины за номер, за номер, б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б, они все силу приобретательной давности. И там написано очень просто, что, ну да, действительно, открыто, да, владеет, добросовестно, открыто, но, вот не пять лет, а семь, но очень добросовестно. Удвоится. Год за два. Поэтому это была, с одной стороны, школа такая, когда, ну я туда ездил, отвечая за проверку по существу, продуман, скажем, выявление каких-то грубых очень ошибок. Тогда еще не было истории, что, если не отменено, то нельзя. Вот. И это, в общем, было и полезно, и тяжело. Потом еще парочку судов из того региона удалось проверить. Ну вот. А так вот у нашей школы нет никакой молодых экологов. Молодых цивилистов. Не вывозите, да? А что их вывозить-то? Зачем? Это вывод экологи, землемерцы. Вам бы надо на землю. Нам нужно показать. Поближе к земле. Вот это земля, это пашня, это водичка. Это виноградный туруар. Да. Это объект экологического права, охраны, защиты. Конечно, ну да. А там что показывает? Уступку права требований? В какой ледяной пещере ее найдешь? Да. Ну да. Трудно, конечно, в абстракциях так. Мы вот поближе, конечно, к земле, к природе, поэтому у нас более конкретный велосипед. А вот у Дениса хотел спросить. Денис, ведь из нас, из всех присутствующих, ты же наиболее восточный человек. Если я не ошибаюсь. За Уралом. Да, за Урал. Ну, то есть мы все как-то... За большим камнем. Да, за большим камнем. Да. Расскажи, пожалуйста, что там интересного, вот что тебя впечатлило, может быть, даже совсем недавно, может быть, ты для себя что-то открыл. Потому что я вот слежу за тобой в соцсетях. Был период, когда ты очень активно по каким-то таким местам выходил, что мне даже было... Очень хотел сюда поехать. Вот интересно, какие тебе запомнились особенно? Ну, когда ты ездил по Кузбассу, вот там какие-то... Я помню, ты на фоне гор каких-то был, там какое-то озеро было, вот что-то наподобие вот этого. Вот. И я прям просто очень люблю там разные горные реки и так далее. Не, ну я сам родом из тех мест, где, собственно, я родился в таком городке, называется Абаза. А это в списке по алфавиту самый первый город России. Вот. И он находится в горах, в такой как бы чаше из гор, вот, и перевалы, река горная, Абакан, тайга. Вот, очень красиво. Я когда там жил, это было все обыденным. Сейчас я приезжаю, конечно, это каждый раз просто в восторге от того, как тут все. Да, то есть это просто я здесь жил. А это никакой не курорт, там, ну, вот, ну, естественно, много еще места я не посетил, например, на Алтае не был с толком. А я был. Вот, в Барнауле только был, на лекцию как-то ездил. Вот. А чтобы вот посетить именно природу, пока не доводилось. Но вот, если говорить из того, что недавно, прям для меня было открытием в Сибири, именно, это Новосибирск, и оказалось, что Новосибирск, это такая, можно сказать, столица конструктивизма. То есть там очень много, больше двухсот зданий, которые были в период 20-30-е годы прошлого века построены, ну, вот именно авангаристами, конструктивистами. Там, Кричков, Никитин, который потом Останкинскую башню спроектировал, и так далее. И меня вот это прям очень так восхитило. То есть оказалось, что, ну, например, иностранцы, когда приезжают туда, они просто в полном восторге оказываются, говорят, у вас тут вот это все. И меня вот это тоже как-то, я увлекся этим. Сейчас слежу, ну, вот там, за каким-то сообществами, тем, кто этим занимается. Это вот из последних ярких впечатлений, потому что для меня это, ну, как бы, не было известно просто мне. в Кузбассе тоже, кстати, есть интересные места. Там же тоже в 20-е годы такой был деятель Рудгерс, он, по-моему, из Голландии. И он там, он съездил к Ленину, получил у него разрешение, что вот мы сейчас привезем там всех там энтузиастов в новую советскую Россию и будем там, в общем, строить новое общество. Действительно, какие-то из Америки. Начали почему-то с Кузбасса. Нет, именно в Кузбассе была организована вот эта вот Кузбасская коммуна. А, наверное, из-за угля, то есть они стали... А, коммуна? Комуна, да. Вот это об общественной женщине тоже там. Ну, тогда все это происходило параллельно, да. голландец. Голландцы уже тогда начали, да. На самом деле, и российские деятели, в общем, здесь многого как бы достигли на этом поприще. Потом, правда, все это было свернуто, конечно, как вы знаете. Но чем это интересно, что реально туда ринулись просто какие-то толпы, как вот золотая лихорадка, да, так в 20-е годы все поехали в Кузбасс. Энтузиасты. Энтузиасты из Америки, Канады, из Европы. То есть вот люди просто туда приехали. Там, значит, эти... Называлось раньше это Щегловск. Вот. Кемерово раньше называлось Щегловск. Вот. И они построили там вот эту коммуну, начали по-новому работать, там вот этих крестьян этих привлекать к этому всему. И там сохранились некоторые объекты вот в тех времен. Музей есть очень интересный. Красная Борка называется. Вот. Это тоже очень интересно. Вот этот период. Я книжку читал из серии «Жизнь замечательных людей» про этого Рудгерса. Очень интересно. То есть он реально вот прям вовлек... Ну... Ну, тогда происходило много очень интересного. Ну, наверное, можно с 90-ми вот сравнить потом. Тоже очень много интересного происходило, да, на сломе. А закончил он как? Он пережил Большой Турор? Ну, там, в общем, по-моему, вот я в этом музее был, там об этом тоже рассказывают. По-моему, в основном более-менее благополучно сложилось. То есть как-то люди там... Ну, кто-то уехал просто потом, когда началось вот это. Кто-то остался там и, в общем, пустил корни. Ну, вот такого прям, чтобы именно из тех, кто участвовал в этом движении, прям всех их повально репрессировали. Вроде бы этого не случилось. Ну, и это, конечно, тоже было. Ну, там, как бы, времена были такие. Вот. И меня вот в последнее время вот эта эпоха, да, вот как-то привлекла мой интерес. Читаю книжки разные на эту тему. И интересно, интересно, да, что не только, оказывается, это происходило там в Москве, в Петербурге, вот эти все процессы, а прям вот в Сибири, да, оказывается, ну, именно культурный вот этот тоже был взрыв, да, новое, совершенно переходное какое-то вот то, что происходило. Какие-то интересные вот архитектуры, интересные происходили процессы. И вот это для меня было открытие именно про Сибирь. Так-то я сам, ну, сибиряк, никогда связи не терял с Сибирью. Вот. А вот вопрос, извините, что перебиваем. А почему Кемерово? А почему я оказался в Кемерово? Нет, нет, нет. Почему Кемерово это, в Щегловск переименовали именно в Кемерово? То есть это же не было революционера Кемера какого-то. Я знаю только город Кемер. Есть такое. Боюсь сейчас только. Ну, он не имел относительно. Не готовился, в общем, я же не знал, о чем будем говорить. Но, насколько я помню, Кемерово называлась так железнодорожная станция рядом с этим городом Щегловска. На Транссибе, да? Ну, не уверен, что это Транссиб. Вот. Там, по-моему, сам Транссиб-то через Кемерово не идет, там какое-то ответвление. Тайга, да. Тайга станция. Да, через станцию Тайгу он идет. И вот там, на самом деле, вот именно в те годы, 30-е, по-моему, выбирали название. И были там разные новости. Угледар, вот, например. Конкурс даже, по-моему, как-то. Угледар есть там, где-то там, на Донецкой, на Донбассе. По-моему, там Сталинск рассматривался, еще что-то. Но в итоге остановились на названии Кемерово по названию. И если я не ошибаюсь, вот Жизнь на Транссибе. Поразительно, потому что, по-моему, в то время названия должны были быть символичны. Ну, вот, Краснодар. И они рассматривались. По-всякому. По-всякому было. Я был однажды на экскурсии, там в Кемерово жил такой замечательный человек, краевед, историк, Владимир Сухацкий. Он, к сожалению, по-моему, два года назад умер. И вот я ходил на экскурсии по городу Кемерово. Он показывал, ну, рассказывал, что здесь происходило именно вот в семнадцатом году, да, когда там, как пришла революция вот туда, да. Это же понятно, что не сразу все это происходило, да. Вот. Очень интересно. Я в Кемерово был два раза. Вот у меня вот самое главное воспоминание, вот образ, да, это на высоком берегу реки Томь стоит памятник Шахтеру, памятник, автор скульптуры Эрнст Неизвестный. И там такой, как бы, собирательный, ну, то есть, это, как бы, такой очень сложно сочиненный человек, как бы, из... но главное у него там горит, хорошо смотреть ночью, у него горящее сердце. Да, то есть, Данка. Да, и прям вот, как бы, в нагромождении, значит, вот этого металла, да, сборная конструкция. Это красный или фонар, или то, что это какой-то свет, я не знаю, источник, да, электрический, красное сердце. Но просто вот видно, вот оно как вот, не видно, да, только абрис виден, да, такой темный-темный контур, и вот вид, и сердце такое бьющее, оно прямо, как-то, мне кажется, оно еще даже подми... Ну, немножко мигает, да, то есть, как в ритмику, да, в ритмику биения сердца, вот такое шахтерское... Вот это очень, ну, символично, потому что все-таки шахтерский край, такое место, конечно, да. И второе впечатление, это открытый кировский разрез, это вот где, вот, собственно говоря... А что это такое? Разрез и уголь добывают открытым способом. У нас же есть добыча угля либо шахтным способом, либо открытым, вот, но это просто карьер, огромная такая дыра, вот где вот традиционно, да, видно, что там внизу там самосвалы ездят огромные, Маленькие человечки, муравьи. Да, по спирали вот это все выработка. И лаза здоровенная, ездит с этой породы. И тоже там, он уже, он с одной стороны действующий, с другой стороны уже как бы мемориализированный. Там и памятники стоят, и какая-то техника тоже такая, значит, и выставка техники прошлых лет. Ну, в общем, там так тоже производит впечатление, конечно, вот такую дыру. Я просто не видел, ну, кто был в городе Мирный, там, кимберлитовая трубка, да, вот, где это самое большое. Можно сравнить, да. Да, но вот я там не был, но Кировский угольный разрез меня, конечно, так поразил. Черниковский разрез тоже там. Ну, там много их, наверное, но вот просто самый ближайший, мне кажется, Кемерово, где вот показывают, возят экскурсии, вот, людей. у меня вот из начала нулевых, вот Николай Борисович рассказывал про начало нулевых, у меня были коллеги, которые занимались банкротством, и банкрутили там какие-то шахты. Я не думаю, что они прекращают заниматься сейчас. Я не знаю. Обычно как в это заходят. Мне запомнилась одна их байка о том, когда они прилетели, у них были какие-то, как помните в фильме «День выборов», по-моему, у них терки. Так вот, у них были какие-то такие взаимоотношения, и когда они прилетели в Кемерово, их партнеры местные, они решили почему-то повезти по странному пути через кладбище, останавливаясь и говорить, а вот здесь вот это, а вот здесь вот тот, ну, а теперь поедем на переговоры. Ну, вот они как-то так и подготовили к переговору. Прогрессивный путь такой на тот. Ну, кстати, к вопросу о конструктивизме, о прогрессивных тенденциях, вот пользуясь случаем, что у нас специалисты тоже по семейным правам, я должен сказать, что вот... Да, дошла очередь. Я просто думаю, что у нас на самом деле в 20-е годы такие сдвиги были, допустим, даже не сколько даже в городах, сколько в семейном праве, которые вот только сейчас с прогрессивной этой повесткой более-менее европейские и прочие правопорядки нагнали, потому что там сразу вот эти старые, как тогда считали, архаичные пережитки были изжиты, там всякие теории новые были реализованы, ну и потом даже в сталинские времена как-то пытались все это стабилизировать под предлогом числа, указ Казанова там знаменитый и так далее и тому подобное. Поэтому вот этот вот прогрессивизм, он не только был в архитектуре, но и вправе. А что за указ Казанова? Я как-то прошел мимо меня. Это запрете отыскания отцовства. 44-й год, насколько я помню, это указ президиума Верховного Совета СССР. То есть женщинам запретили? Огромные. Огромные потери, потому что были. На злобой дня. Да, вот. Наверное, надо дать слово специалистам. Почему у нас такое прогрессивное семейное законодательство? Я бы не сказала, что оно прогрессивное, а во-первых... А вот и конфликт. Вот и дискуссия. Мне кажется, что оно сейчас совсем не прогрессивное. То есть в той редакции, в которой он сейчас существует, оно было направлено, наверное, на защиту прав женщин, в какой-то степени, чтобы они в браке чувствовались и защищены, спокойно там воспитывали детей. И вот все, что муж зарабатывает, оно все общее. Это был такой институт вот этой общей собственности для них. Вот это вот это. Да, да. Но сейчас как-то все сильно поменялось. И я не могу сказать, что даже те же самые женщины, если говорить про них, сильно рады институту общей совместной собственности. Как я часто шучу, что у нас женский бизнес, он поменялся, да, немного. Что у нас теперь бизнес, это про женщину, а женский это про мужчину, который там что-то где-то рядом делает. Так и живем. Так и живем, да. Поэтому я вот... Смотрите, мужчины все задумались. Я увидела рефлексию в этот момент. Самое интересное, я должен олицетворять правую сторону политического спектра. Леваки все задумались сразу. А мужчины женитесь, женщины мужайтесь. Мне кажется, о чем Алексей говорил? Кроме общей совместной собственности, у которой там есть сторонники, противники, там же много реально было именно в советское время, 20-е годы, достижений, которые до сих пор, ну как бы не все страны вообще до этого дошли. Не брачные дети, допустим, вообще до этого дошли. Именно об этом, наверное, речь. Вопрос о режиме совместной собственности, он дискуссионный, да, вот. Но, в принципе, права женщин, детей, вот как они были постулированы еще тогда, и сохранилось это преемственно в нашем вот действующем семейном кодексе. А вот это не... Да, а что в нашем семейном кодексе не то? Мне кажется, значит, что... Не так. Подождите, подождите, подождите. Мне кажется, что, знаете, как, я хорошо, как сказать, с большим уважением, оторвались от народа. Какой мужской, какой железнский бизнес? Это вообще, вот и бурварного кольца, что ли? Ну, понятно, по идее, что вы в известной фирме работаете, с хорошими, я думаю, ценниками, к вам приходят именно такие люди. Но этим Россия не исчерпывается. Это 0,005 процентов. Реально, ты кто? Посмотрите, вот где-нибудь под Кемеровым, какой там бизнес, и как люди смотрят, допустим, на общую совместную собственность, я не знаю, на порядок развода и прочее. Мне кажется, немножко это жестковато. Нет, ну я соглашусь с вами, что когда мы говорим про прогрессивную повестку, мы все равно говорим про определенные регионы или определенные даже города, если вот мы совсем сузим эту историю. А может, знаете, прогрессивные повестки? Тем более, дальше чуть-чуть от Москвы, то, конечно, все эти идеи, которые мы здесь, наверное, к ним уже привыкли, и к ним относимся как к чему-то самому, ну, с собой разумеющемуся, там это не заходит еще. Не знаю, не согласен. А что вы хотите, что-то зашло? Вот что здесь заходит в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, я не знаю, в том же Кемерово, возможно, большой же город. А чего у Сонга не заходит в Кемрах, да? Или я не знаю, неважно где. В Торжке. В Торжке, в Вышнем Волочке, в Тобольске, а лучше вообще в деревне Кукуево. Вот что такое здесь прогрессивное, к чему мы уже привыкли, а вот они регрессивные, никак не могут принять что-то прогрессивное. А что? Какой конкретный институт? Какое конкретно, может быть, правило, норму, которые там... Ну, я говорю в целом, наверное, про роль женщины, будь то семья, будь то бизнес, будь то воспитание детей, что у нас, вот, наверное, здесь, где мы живем, да, мы нормально относимся к тому, что женщина совмещает ряд ролей, и ряд функций внутри семьи, они передаются мужчине, если, там, он с этим справляется, да, и мы, наоборот, осуждаем историю про то, что роль женщины должна границать с чего-то столько, там, деторождением или заботой о доме, или вот созданием того самого тыла, о котором принято говорить. Так это семейного права не касается, это вопрос фактически. Ну, на самом деле же... Это касается семейного права, мне кажется. Касается, касается. Мы сейчас, я думаю, мы интересные вопросы задали. А можно я расскажу такую байку, ну, не байку, а быль из моей собственной жизни? Я когда приехал поступать в Кемеровский государственный университет, я первым делом пошел покупать конституцию в Ларике Нижнем. Конституцию Российской Федерации. Это был 96-й год. Соответственно, вот я... Они продавались в лавках еще, да? Продавали, ну, там лавка в университете, в переходе. Я приобрел конституцию. И вот в этой конституции, номер статьи сейчас не помню, вот есть у нас норма, да? Мужчина и женщина имеют равные права, и там было написано, и разные возможности их реализации. Вот я не шучу. В этом экземпляре, этого издания у меня хранится до сих пор. Зато честно. Так и было написано. Зато честно. Мужчина и женщина имеют равные права и разные возможности их реализации. Ну, понятно, что в настоящем тексте равные возможности для их реализации, но вот такая вот интересная... Это киберская сфография? Нет, это было издательство «Проспект», который много издает разные нравственные акты. Ну, вот именно тот тираж, он вот оказался с такой опечаткой забавной, я всегда вот рассказывал. По Фрейду, да? КГС, да, оговорка. Да, наборщик он набирал, но они же разные, как бы они же... Ну, слушайте, ну, на самом деле, это такие же утрепещущие вопросы, потому что если сейчас посмотреть, допустим, там, в Европе-то в меньшей степени, а в Штатах культурные войны, которые там сотрясают сейчас буквально, там, вопрос там о... там, по абортам, по роли и взаимоотношения полов и так далее, и он, на самом деле, там есть определенные и разные повестки, и сейчас Верховный суд просто там раздирают на части, там, вот скажи так, ты скажи так, и это и вопрос права, и вопрос политики, и вопрос идеологии, и настолько серьезный, что там чуть ли там не загрудки хватают друг друга, и я знаю просто по личному опыту, что много людей даже вот на семейном уровне настолько страсти накаляются, то есть это то, что как у нас было, помните, в 80-е годы, когда там первые съезды проводились, там, ну, то есть там все, а ты там как-то думаешь, а как ты думаешь? То есть сейчас вот как-то это немножко политизированность, немножко она меньше, то есть она только по определенным вопросам, наверное. А вот я вот встречаю... Ну, давайте просто даже посмотрим на причины разводов, вот в Москве, в Санкт-Петербурге, да, или где-нибудь вот примерно в том месте, о котором вы говорили, да. Даже стыдно сказать, да, как он здесь. Там причиной развода, измена или, там, не знаю, алкогольная зависимость не будет. Вот она не будет причиной развода. Ну, вот когда... А что же это? Знаете, когда мы с ними... А еще не люди, что ли? Знаете, когда мы там общаемся, они говорят, главное, чтобы он работал, потому что ровно это большая проблема для женщины, которая там воспитывает ребенка, да, для того, чтобы была какая-то финансовая стабильность, которую он ей обеспечивает. Главное, чтобы он работал. Слушайте, вот, извините, вот мое любимое выражение. Мужчина в России после 40 лет, спасибо, что живой. Дождите, а как же так? А это где? Они же сейчас говорят о причинах развода в суде? Нет, о них не говорят. А это какие-то непонятные социалистические опросы? Да, мне кажется, есть с выборкой, ну, есть определенные... Проблемы с выборкой, проблемы, да. Мне кажется, все как вечно. Вот именно измена и... Ну, есть в целом, которые дают, да, соответственно... И алкашка, вот... Причины развода, финансовые затруднения, да, которые там, жилищный вопрос, насилие, алкогольная, наркотическая зависимость, измены, то есть, и они, кстати, далеко не на первом месте. Ну, это понятно. А при чем здесь семейные правы? Я вот только не могу согласиться с таким заявлением о том, что вот в Москве одни причины для разводов. Нет, они отличаются. Вот я просто могу говорить о той эмпирической базе исследований, которая есть лично у меня. Конечно, она не федеральная, да, я могу говорить только о личном опыте и не претендуя на то, что это вот прям истина. В Москве люди менее терпимые, и есть такое ощущение, что в Москве нет такой задачи найти кого-то, чтобы было легче выживать. А вот в глубинке есть такая история по ощущениям, что вместе оно легче. Поэтому они готовы притираться. То есть модель сотрудничества больше, да? Ну, притираться, терпеть где-то. Это же, наоборот, круто. То есть люди в глубинке сотрудничают. Там себя как будто бы крепче в этом смысле. Помогают друг друга, поддерживают друг друга. Правильно. Скажите, а вот все-таки фиктивные разводы, вот они насколько часты и вообще... Не-не, ну про браки не спрашиваю. Именно фиктивные разводы и насколько это вот дает вам практику? Ну, раньше фиктивные разводы встречала в рамках банкротств. Даже в судебных решениях появилось такое понятие. Сейчас мы часто встречаем фиктивные разводы в связи с различным давлением недружественных стран. Угроза включения в санкционные списки, блокировки активов. Сейчас, конечно... Ну и получение льгот. Получение льгот тоже вот, ну, по сути, после... Ну, мой лично подпоказывает, что довольно много. Это вот именно беженцы с Донбасса. Это как бы востребовано очень. Это, конечно, совсем не хорошо, но, по крайней мере, это очень востребовано. Ну и как? Вот это транслируется как-то все-таки в какие-то потом дела? Нет? Или вот они есть и есть все? Знаете, хуже эффективного развода фиктивный брак. Вот там транслируются и в наследственные дела, и не только в наследственные. А что касается эффективных разводов, ну вот, если все подумали заранее, как структурировать имущество, ведь в основном это то, на что это влияет, да, матримониальный статус, на имущественные отношения в большей степени, то проблем обычно не возникает, но эффективный развод обычно делают, уже подготовив всю почву. На то он и спланированный. Нет, ну, я готов согласиться тоже, потому что в плане возврата активов, там, в банкротстве или в других ситуациях специальных ситуациях, конечно, это типичная ситуация, когда оформляют либо фиктивные такие соглашения для того, чтобы уйти от ответственности за вывод активов, особенно жены различных банкиров в бегах, вот, они очень любят там заключать соглашение о разделе совместно нажатого имущества, иногда даже состоя в браке, то есть, в принципе, это означает, что не готовы посягнуть на самое святое, но говорят, ну, раздельный режим, пожалуйста. Вот, и да, вот целая череда была судебных решений о признании такого рода соглашений недействительными, потому что он не соответствует тому, что есть, потому что кредиторы, естественно, на это смотрят, это серьезный вопрос. Я хотела Виктория спросить, а вот брачный договор популярен, ну, вот сейчас вот, как из вашей эмпирической, да, из вашей эмпирической, насколько вот люди его заранее, да, заключают? Ну, могу сказать, что года три назад, даже четыре назад, их было сильно меньше, чем сейчас. То есть что-то произошло, да? Ну, я бы сказала, что сильный рост был в пандемию, прям огромное количество, потому что нотариат, это был один из немногих институтов, который был доступен для людей, для урегулирования тех вопросов, которые долго лежали на полке, и до которых не доходили руки. И когда люди вдруг поняли, что они смертны, да, смертны неожиданно, как я говорю, что это вот обычно всегда, знаете, чужой опыт, это чужой опыт, он меня точно не коснется. Но когда он повсюду... Наверное, завещаний стало больше, да? Да, они начали думать о наследственном планировании. И вот, обращаясь к нотариусу, они вдруг узнали, что квартира записана на тебя, не может отойти к кому-то, потому что там в этой квартире супружеская доля, и было бы неплохо об этом договориться. А другие вспомнили, что у них там, например, брак не расторгнут, да, они с этим, с своим супругом лет 5-6-7, если не больше, уже давно не общаются, не живут вместе, а у него-то оказывается и супружеская доля в наследстве, он еще и наследник в первую очередь, а развестись нельзя, потому что у нас все в блокдауне. И действительно, вот там наблюдался прям стремительный рост этих брачных договоров. А потом этот рост, второй был такой скачок в связи с массовой релокацией за границу. Вот в феврале 22-го года когда все начали переезжать, и тут они вспомнили, что есть конфликт юрисдикций, коллизии права, есть кто-то за кем-то не поехал, кто-то уехал, ну, не за границу, а вот, соответственно, в рамках... Да, даже не за рубежи, а в рамках России исполняют свой долг перед страной. И вот тут брачные договоры тоже появились. То есть вот это был прям резкий скачок в заключении тоже. Сейчас их достаточно много, потому что... Тоже много, потому что на первый план вышло наследственное планирование, о котором все везде говорят. И еще на первый план вышли корпоративные споры, те самые известные, которые все обсуждают. И тут вдруг открыли уставы, чья доля, посмотрели, как приобреталось, и начинают в корпоративных документах предусматривать обязанность заключения этих брачных договоров в отношении долей. Да, даже так. Да. И вот у нас там приходят иногда клиенты, которые говорят, что у меня вот в корпоративные соглашения внесены изменения, да, и мне нужно заключить брачный договор. И мне даже образец этого брачного договора фирма уже подготовила, дала, передала, вот как банки, как банки в отношении ипотеки, да. И вот вы хоть посмотрите, что здесь написано, да. Ну, на самом деле, это же общая нормализация. Ну, вообще-то да. Вот это нормализация. Это, в принципе, такой вот и рутинизация, и нормализация отношений. А вот скажите, Виктория, такой момент тоже, это как бы коллегам тоже цивилистам надо подумать. Я, потому что писал в свое время, защищался диссертацию Бориса Ивановича по долгосрочным отношениям, и там интересный момент возник вот какой. С точки зрения как бы моделирования сохранения долгосрочных отношений. Правыми средствами. Вот у нас предусмотрено, может быть, это пережиток вот этой концепцией еще стакана воды, потому что тогда это было очень, и как раз это революционно, прогрессивно было, что женщина, ну, как и мужчина, могли свободно по своему возземлению расторгнуть брак. Достаточно просто. И это, в принципе, сохранилось и до сих пор. Ну, там одно ограничение. Да, естественно. Связано с рождением ребенка. Абсолютно, да. Но вот то же самое там в долгосрочных договорах. Есть там как бы две школы мысли, которые говорят о том, что, смотрите, для того, чтобы удержать отношения долгосрочные, нужно, наоборот, создать достаточно серьезные препятствия для выхода. То есть существенное расторжение, а еще если долгосрочное, это как бы критерий против того, чтобы считать что-то несущественное. Это для суда, допустим, или для сторон оценки. И вторая, она состояла в том... Это к вопросу, то же самое, по аналогии можно применить, допустим, к браку. То есть если я обставлю там периодом там ожидания, там, да, как предлагается, там, сколько там, шесть месяцев, год. Или три года, как в Италии. Да, или подумали, чтобы все... Чтобы не быстро это все сделало, чтобы как бы какие-то были основания. Это одно. А другая, школа мысли, она говорит, нет, ребята, понимаете, вот в долгосрочных договорах, если у вас что-то сломалось, и вы заперты вот в этом неком мини-рынке, то велик риск, как бы, в условиях такой квазимонополии злоупотребления. Поэтому самое простое, это допустить возможность одностороннего простого быстрого расторжения. Это будет слать сигнал для сторон, для того, чтобы они, как бы, во-первых, думали, что делали, во-вторых, это само по себе уже будет стабилизировать отношения, потому что в долгосрочных отношениях, как и в семейных, предельная поделенность актива, вот в соответствии с теорией права экономики, она поддерживается в рамках длительных отношений. Как только ты это обнуляешь, расторгаешь, у тебя предельная полезность резко снижается. Кому нужны там все эти семейные активы, фотографии, когда они заточены там под партнера? Вот вы что на этот счет думаете? Потому что тут есть, как бы, естественно, в семейных и гражданском праве это и по-разному все регулируется, но что вы думаете? Потому что здесь выходы есть и в одну, и в другую сторону. Ну, действительно, в России самая простая процедура расторжения брака, одна из самых простых в мире, да, ты можешь просто пойти, развестись в мировом суде, если даже другой человек не согласен, и при этом тебе совершенно необязательно никакие вопросы там разрешать, никакой встречный иск мировой судья к иску о расторжении брака не примет. То есть, хотя семейный кодекс говорит о том, что вот они должны договориться и о детях, и об алиментах, и об имуществе. Но ГПК не обязывает, поэтому мировой судья говорит, что нет. Я считаю, что насильно мил не будешь, поэтому нужно давать свободу выхода, но единственное, я согласна с процедурой, которая есть в России, да, что ты можешь выйти, ничего не разрешат, потому что все-таки это влияет на ряд обстоятельств, ну, в части, конечно, детей, это абсолютно точно, да, и мне кажется, что если вы уже зашли в эти договорные отношения, то договориться о том, как... Долгосрочные, поедите, да. Подразумевается, подразумевается. То есть договориться о том, как вы из них выходите, по всем пунктам, вы обязаны. Ну, то есть нельзя по-другому. Вот мне кажется, что это должно так работать. То есть нельзя просто взять, развестись, сказать, что все остальные вопросы мы когда-нибудь потом решим. Как-то вот у меня это не согласуется вообще с браком, с концепцией семьи. Просто я это к тому, что вот говорили, что Россию иногда как бы уподобляют вот некую такую чистообразную какая-то массу. Почему, говорят, немцев там завозили, еще там что-то. Всегда был дефицит какой-то организации, пространства, времени, там, людской организации. И именно с этой точки зрения была вообще такая позиция, что давайте все, что можно, сделаем для поддержания вот этих социальных регуляторов. Семьи, договора. Это ценность сама по себе. Потому что она имеет как бы огромное регуляторное значение. И сделаем все, чтобы это сохранить. То есть если можно вот так быстро обрезать... Помните у нас 90-е годы, когда огромный вал, там чуть ли 50% или 60% было делом апортизации, вторые там 30-40% по недействительности. Всех сделало там, каких только можно. Потом только уже там суды начали уже. Ребята, ну что же делать это? Мы же вообще тут камня на камне. От социальной структуры не останавливаем. И от экономической. То есть нужны какие-то вот и правы, и прочие меры все-таки поддерживать вот это институт. И может быть даже и более решить. Мне кажется, что на самом деле, если бы ввели вот эту обязанность договариваться по всем вопросам при расторжении брака, возможно, многие противоречия, из-за которых люди и разводятся, и не готовы садиться, обсуждать это в моменте, они бы просто уходили, потому что они по ним бы договаривались, они бы их проговаривали, наконец, да, потому что очень часто я это вижу в медиации. И у них бы отпадала сама необходимость, или потребность, или желание этот брак сейчас вот в моменте расторгать. То есть поэтому мне кажется, что здесь нельзя людей там, я не знаю, говорить, что вот как там во многих странах, сначала вот вы зафиксируете период сепарации, да, акт о сепарации, там, полгода, год, три года зависит, да, потом несите соглашение, чтобы, опять же, по всему договорились, потом мы вас будем разводить. То есть есть такой таймлайн и какие-то условия. Вот если вы что-то похожее, сказать в России, хорошо, вы хотите развестись, мы вас разведем, но несите нам соглашение, поэтому, 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 если они у вас там есть. А так, получается, что у нас вот, например, сказано, что если есть несовершеннолетние дети, то вы разводитесь только в суде, а не в органах ЗАГСа. Но при этом в суд мы ничего по этим детям вести не обязаны. Зачем суд перегружать вот этими пустыми исками, что мы пришли в суд разводиться только потому, что у нас ребенок, когда суд сам ничего не предлагает, инициативу в свои руки не берет. И вот, говоря... Ну, это, наверное, выполняет, по сути, сейчас именно... Технический. ...некой технический. Технический, да. А зачем перегружать судебную... Да, только как бы барьер, но такой, скорее, временной, несодержательный. Нет, несодержательный. Да, у многих есть барьер, на самом деле, пойти в суд. К суду доверие небольшое, исторически, да, пойти в суд. Ну, все равно некие дополнительные... Не просто суды плохие, да, а потому что просто исторически сложилось. Ой, суд, это государство, это что-то такое... Ну, что, посадить? Ну, что, посадить? Да, пойдешь с одним... Ну, а как раньше практика такая, да, то есть разводишься, билет на стол положено. Ну, это, кстати, тоже интересный вопрос, что раньше было это общественное давление с точки зрения развод, неразвода, оставил... Не семью... Да, оставил, как это, оставил... Не ушел из семьи, ушел от мамы с ребенком. То есть была такая вот общественная какого-то фон. Вот, сейчас этого нет. Это зависло между религиозной традицией и правовой традицией. Да. Вот это общественное давление, оно же как бы вот в советское время... Нет, ну, сейчас религиозная... Ну, сейчас религиозная... Ну, она как-то вот на семейном праве, она как-то вот не доходит. Ну, потому что семейная это больше об имуществе, действительно. В религиозном там же все просто, да, то есть процедура развенчания не может быть. Только по решению святежки с инодом. Нет, не может просто... Нет, процедура не может быть. Если мы признаем, что в таинстве венчания Святой Дух соединяет, это точно так же, как в рукоположении. Можно запретить служение, но нельзя извергнуть из сана священного. Поэтому муж и жена — это все, это уже состоялось. И обратной процедуры быть не может, поскольку это действие Святого Духа на людей, которые соединяют двух человек в одного. А все остальное, поскольку жизнь продолжается, тут, может быть, по решению священноначали, по решению раньше синода, сейчас правящего епископа, ты можешь получить дозволение венчаться второй раз, если ты невиноватая сторона. Это процесс именно церковной. И это, кстати, про причины развода. Это то, о чем многие говорят. Говорят о том, что Семейный кодекс России не поспевает за тенденциями какими-то. Потому что в России, например, это одна из немногих стран, где причина развода особо не выясняется. По срезу всех решений мировых судов, даже Верховный суд публиковал эту статистику, непреодолимые противоречия. То есть непонятно, что это за противоречие. А ведь причина развода, по сути, она может и должна зачастую влиять на раздел имущества, на равенство этих долей в имуществе. И есть какая-то невиновная сторона, которая может иметь право на некую компенсацию на какой-то период. И у нас этого ничего в Семейном кодексе нет. Да, да. Но это как раз упущение по сравнению с тем, что было. И есть некий перекос. Я вот тоже не могу не сказать, что есть такое мнение, что, допустим, там при разделе, ну, имущество это понятно, а при определении того, где, допустим, должны, с кем воспитываться дети, практически абсолютный перекос в сторону матери. Независимо от того, есть возможности, нет возможности. То есть если только родительский прав, она не лишена, как правило, решается. Вот это очень критикуется, но уже на протяжении вот этот паттерн, он как был, еще в советское время сформирован, и он как бы действует. И ничего тут нельзя делать. Все говорят, ну, вот так вот и есть, ну, все, ничего не сделаешь. А в итоге мы-то, в принципе, если инструментально смотреть, мы с нашим... Я не говорю о том, что семейное право является, так скажем, причиной этого, но реально сейчас нация в состоянии глубокого демографического кризиса. И вопрос, а что можно тогда семейным правом... Ведь ничего семейным правом, помимо того, что ты говоришь, а что можно сделать, чтобы это улучшить? Так вопрос надо ставить. Я соглашусь с вами, всего от 4 до 6% дают решение в пользу отцов по России, при этом есть такое ощущение, что эта статистика основана на Ингушетии, Дагестане и Техриспочеченской республике, то есть все там, Кавказ. А вот недавно как раз сын Колокольцева разводился, и в его пользу российский суд присудил детей. Ну, у меня за прошлый год есть три судебных решения, где я смогла ставить детей с папами, при этом в одном случае это два мальчика дошкольного возраста, по годке, и в другом случае это девочка, не достигшая возраста 10 лет, в третьем случае это девочка, достигшая возраста 10 лет. Но я могу сказать, что это было крайне сложно. То есть стандарт доказывания для пап в том, что они достойные папы и могут, и хотят проживать с детьми вместе, заботиться, он очень высокий. И справедливости ради, вот даже в тех случаях, когда мамам оставляют детей, да, при всем там, внешне положительном папе, который был вовлечен в воспитание детей, у нас отсутствует этот институт, знаете, совместной опеки. То есть у нас говорят, что есть равные права, равные обязанности, но равного времени никогда не выделяют. И было же это решение Верховного суда, который взял, поделил время пополам, прям пополам, две недели у одного родителя, две недели у другого, потому что, ну, и в принципе они так жили несколько лет, и это был такой сложившийся порядок жизни. И это решение дошло до Верховного суда, и Верховный суд его отменил. Он сказал, что нельзя, потому что должен быть совместно проживающий родитель, должен быть отдельно проживающий родитель. А у ребенка в таком случае есть риск психологической травмы из-за того, что у него два дома, и он не может жить на два дома. И это тоже очень странная история, не соответствующая реалиям многих семей, и того, как устроено это воспитание детей сейчас вот у многих. Ну, то есть, вот... Ну, вы абсолютно правы. Конечно, развитие семейного права должно быть направлено на то, чтобы предотвращать это все. Или как, ну, предотвращать вот ту статистику, которая сейчас есть. А для этого нужно анализировать, для этого нужна, ну, наука вообще, не знаю, там, ну, кто же в науке семейного права-то сейчас там защищает? А такие задачи не ставят просто перед наукой, к сожалению. Кандидатские, докторские? Ну, мне кажется, просто вот я как бы... Я из школы Бориса Ивановича Пугинского, да, он, как его называют, правовым инструменталистом. Достаточно такая, как деятельный подход. То есть здесь он в свое время, когда писал вот эту свою книгу, которую надел очень много шума, многие до сих пор за это его не любят, там, это, значит, правоэкономика, да, вопросы становления с Софиулиным, они писали еще в девяностом году. Все так на него, на лиск, он сказал тогда, ребята, переливаем из пустого порожня реальные задачи, право само по себе, действительно само по себе. Начинаем с того, что мы говорили об эмпирических обобщениях. А кто вообще знает, что вообще проходит вообще реально в стране с точки зрения того, что вот там по направлению договорной работы, по направлению там семейной, то есть, да, судебную статистику анализируют. А что реально в деятельности происходит? И где стык между наукой, чтобы ей ставить задачи, да, решайте, пожалуйста, вопросы конкретные, не просто, а решайте, как мы можем повысить, элементарно рождаемых, в том числе посредством семейного права. Задач даже таких не ставится. И это не просто там... Вряд ли это то средство, с помощью которого рождаем. Здесь вопрос о комплексном развитии. Говорят, деньги, понимаете, у нас... Это мне напоминает разговоры о том, что вот, когда вот рабочая группа по МФЦ работала, вот у нас такое право с недостатками, что плохая инвестиционная привлекательность. Ну, как бы, ну, все же понимают, что привлекательность не из-за того, что в гражданском кодексе написано, да. И здесь то же самое. Я все-таки не соглашусь с вами. Почему? Потому что вот это и да, и нет, это будет ситуацией, когда право, оно является пятым колесом в тереге, да. И мы тогда, собственно говоря, и дипломы, и все можем сдать тогда в утиль и сказать, что, ну, мы вообще ничего не решаем. Вот. Естественно, это фактор, который влияет там на транзакционные издержки при структурировании транзакций и так далее. Да, он может не все решать, но это серьезный фактор. И если просто как бы абстрагироваться о том, что сказать, знаете, ну, мы будем смотреть вот право в книгах, право в жизни, это совершенно разные вещи, и мы просто отстранимся, тогда что мы вообще делаем? Ну, вот про право в книгах и право в жизни. Семейный кодекс пишет равные обязанности по содержанию детей. Вы хоть одно реальное решение видели, чтобы эти обязанности были равные, чтобы, неважно, там, мама платит алименты папе или папа платит алименты маме, всегда родитель, который живет с ребенком, будет нести больше... Если мы не говорим про сверхдоход, то есть мы не говорим сейчас вот эти вот случаи, когда там, да, с миллиона долларов удерживают одну четверть долей, потому что он имеет регулярный заработок на ребенка, которому нет угода. То есть мы не про вот эти перекосы, они тут тоже как бы есть. Но вот в массе, в большинстве своем, да, вот даже Высшая школа экономики там проводила исследования по среднестатистическому размеру алиментов по стране 10 тысяч рублей. Я модерировала конференцию по семейному наследственному праву, одной из панелей в прошлом году, и у нас была очень жаркая дискуссия как раз про вот эти самые алименты. Я вот встала и говорю, вот поднимите руку, вот в зале, там, ну, человек 100 сидело точно, и плюс-минус 50 на 50 мужчин и женщины, то есть я говорю, поднимите руку у тех, кто считает, что вот 50 тысяч рублей алиментов на ребенка в городе Москве достаточно. И я могу сказать, что большая часть мужчин эту руку подняли. И я задала им вопрос, а как давно Вы заходили в магазин и смотрели, сколько стоит там куртка на ребенка, просто сколько стоит детская куртка, пуховик зимний? Конечно, я ответ на этот вопрос не получила. Но это вот к вопросу об отрыве, да, и чтобы доказать, что тебе нужно больше прожиточного минимума на ребенка по региону, в котором он живет, это нужно принести, я без шуток, чемоданы этих чеков с выборкой там за 1-2 года, с расчетом этой инфляции, и доказывать каждый раз, что две куртки — это необходимость, что, я не знаю, там, частный детский сад, в который он там ходил еще тогда, когда семья была полная, и он к ней привык, это нормально, что няня, которая с рождения в семье — это выбор обоих родителей, что теннис, которым он занимается — это его привычный образ жизни, это важно для него. И это, ну, как вот... Я вот на ловерды тут что хочу сказать. Когда нашего брата припекают, ну, реально, очень... Вот смотрите, вот у нас там санкционно, сейчас регулировано, нас прижало бизнес, там, прижало экономику, прижало элиты, народ и так далее. То есть и право прижало, потому что для нас, как юристов, как бы с 22-го года там новая реальность. Но не взяли позицию там ни государство, ни научное сообщество, ни юристы, они, в принципе, достаточно неплохо справляются. Вот наши даже процессуальные части, да. Есть там расширение юрисдикции по 248-й статье, да, там, АПК, да. Есть антические запреты, есть там Астреоинт, сейчас есть вот дело Вест Вок, значит, когда, возможно, иностранный банкрот. Для чего это делается? Для того, чтобы создать, нарастить юрисдикцию. Раньше, допустим, суды, как черт отладан от иностранных дел. Так что там такое? Потому что дела сенситивные, их проверяют, потом еще смотрят, и там всегда поправят, да. И с этой точки зрения, вот эти вот, то есть, суды корректируют, суды регулируют, государство тоже регулирует. И, в принципе, бизнесу в определенной части дает возможность лучше дышать и дает какую-то свободу маневра. Потому что понимают, да, что зажали со всех сторон конкретно. Надо изыскивать внутренние какие-то элементы. Поэтому, наверное, с внешней стороны понятно, там, и демографически, и вопрос экономического роста. Я думаю, они наверняка ищут тоже и ждут своего часа решения. Просто здесь вопрос, что надо действительно комплексно заниматься. Потому что мы не можем просто там сидеть уже и ничего не делать. Это, конечно, юристов такое. Может быть, и на... Часто выдвигают на передовые такие позиции с этой точки зрения. Потому что отступать-то некуда. У меня вопрос. Вот совсем недавно Артемий Лебедев в очередной раз разводился. У него, по-моему, шесть детей. Ну, и очень много. Он такой активный очень во всех смыслах товарищ, предприниматель. И, видимо, он пообщался с нашими судами и записал очень эмоциональное видео. Я не знаю, будем ли мы его вставлять или нет. Потому что там очень много идиоматических выражений, игры слов. Но общая суть такая, что не заключайте брачные договоры в России, потому что они все равно будут признаны недействительными в суде. Вот это правда? Брачный договор не устоит в суде? Я могу сказать, что брачный договор брачному договору рознь. И обстоятельства оспаривания тоже очень сильно разнятся. В целом, это очень устойчивый инструмент. Вот очень устойчивый, если уметь его грамотно составлять. И для таких людей, как Артемий Лебедев. Видимо, со стороны дизайна, легал-дизайна там все было идеально. Абзацы, выравнивание. А вот содержание... Да, есть, знаете, вот исходя даже из практики, я могу сказать, что суды неохотно оспаривают брачный договор. Вот прям неохотно. Я не говорю про банкротные кейсы, да. Хотя вот в банкротном кейсе у нас тоже была очень интересная история, когда брачный договор был подписан до заключения брака, но весь этот срок был в пределах... Подозрительный период. Да-да-да, весь этот срок попадался вот в этот... Попадал вот ровно вот в этот период, который под оспаривание. И это была очень жаркая дискуссия в суде, когда муж просто действительно кричал на весь зал, что если бы вообще она его не подписала, я бы на ней никогда не женился. И есть, говорю, что есть такие уловки в брачном договоре, когда что-то оставляют совместным, хоть какой-то там небольшой актив. И никогда этот брачный договор, допустим, по причине кабальности не будет оспорен. И нам неблагоприятного положения, да, не будем путать там разного основания, ну вот обыденным языком говоря. Есть у нас оспаривание брачных договоров, вот дело, где оспаривала, значит, бывшая уже на тот момент жена, и говорила то, что брачный договор она подписывала, когда была беременна. Очень активно доказывала, что это вот невменяемое у нее было положение, не отдавала отчет своим действиям, да, и вот долго объясняла судья ей, что беременность это не заболевание. Вообще-то говоря, ничего хорошего, что судья так говорила. Ведь у нее слабая переговорная позиция, когда она беременна, когда она собирается выходить на брак, и, естественно, она либо останется без мужа, либо муж скажет, ну, тогда она в таких условиях. Так вот это и тогда к вопросу. И что теперь, не заключать договоры во время беременности? 429-й оспаривать потом, несправедливый договор. И вообще, то есть, получается, любой договор, заключенный во время беременности, он вот... Что, любой? Должные фактические обстоятельства. Ну, это другое дело. Конкретное. Но в целом, он так прям говорит, да, что как-то судья жестоковый на женщину. Говорит, что... Как правило, женщины знают, как бы, и стандартные ловки, которые работают на мужчин, на судьи женщин не работают. Вот это я могу точно сказать. Часто, так скажем. Поэтому, ну, я могу сказать, что это устойчивый инструмент, и кредит доверия к нему очень большой, и судам, на самом деле, сложнее, ну, у них... Круще. Дел, где они снесли бы брачный договор, сильно меньше, чем дел, где бы они отказали в этих требованиях. Потому что снести брачный договор, это же... Потом надо эти активы делить, они же все пойдут это все оспаривать, и непонятно, как все инстанции на это посмотрят. И у всех есть понимание, что нельзя сильно много иметь отмененных решений. И если там что-то, у кого-то хоть где-то осталось, то есть мы не говорим, что это 100% одному, 100% того, а, и 0% другому, да. Вот мы тут считали по своим делам, недавно делали вебинар, просто по брачным договорам вместе с нотариусом, мы считали по своим делам из тех, которые у нас есть. Вот эту какую-то диспропорцию имущества, да, потому что Верховный суд сказал, что диспропорциональность, это можно, да, для этого и заключаем. Ну вот какая она, вот это вот? 0,1%. Вот если 0,1% соблюдем, все нормально. 0,1%. Вот мы просто сидели и... 0,1%. Это было открытие для вас, наверное, тоже. Для нас это тоже было открытие. То есть, в принципе, можно просто на счет там положить, не знаю, там, какую-то сумму денег. Если это от триллиона, то, может, и норм. Вот, то есть, если хоть что-то осталось, включают до брачное имущество или личное имущество, наследственное имущество. Если хоть что-то есть, суды не сносят брачные договоры. То есть это вредный, на самом деле, институт, да? Он оставляет одну из сторон у разбитого корыта, видите, как что... И ничего не сделаешь. И не оспоришь. Вот написали 0,1%. Суды говорят, хорошо, 0,1%. Оспаривать не хотим, потому что потом будут отмены, а потом придет на новое, а потом будет... Я вот никак не могу, знаете, найти каких решений об изменении брачного договора. Вот никто не обращается в суд с требованием об изменении брачного договора. Все это сразу оспаривать. А семейный кодекс запамятовал. Не запрещено. Предусматривает такое? Не запрещено. Не расторгать брачный договор, не просить его изменить. Ничего этого нет. Это то же самое. Тот же самый аргумент. Почему у нас, допустим... Опять же, мы такими большими мазками говорим. А это связано с тем, что суды и вообще правовая мысль, она как бы базируется на дискретных отношениях, на краткосрочных. То есть не на построении долгосрочных связей в обществе. То есть мы имеем по-прежнему идеологию временщиков. То же самое. Банкротство. Смотрите, у нас какие основные разбирательства? Ликвидационные. Где у нас реабилитация? Нет. И как не бьются, невозможно. То же самое. До недавнего времени. Слава богу, суды все-таки немножко выровняли. Потому что, я говорю, количество дел по недействительности, оно было зашкаливающим. И потом Верховный суд, Алексей Владимирович, Петрианский еще в свое время сказали, ребята, надо договор защищать. То есть принцип там фавор контракта, сохранение договора. 451-я статья, да, у нас популярная, существенные изменения обстоятельств. Плава богу, его применяют немножко. Но там что там? Основной мотив какой? Расторжение. А как ты будешь адаптировать ее к изменишим обстоятельствам? Для этого совершенно другая выучка нужна. Нужна модель, нужно структурированный рынок. Правое сообщество, которое в состоянии это сделать. То есть проще намного на отбой работать. А это подразумевает достаточно штучную, серьезную работу. Это адаптация. То есть ты должен залазить в дело, ты должен смотреть. И здесь на самом деле в защиту. Что еще можно сказать? Покровский, помните, писал основные проблемы гражданского права? Самый страшный произвол судебный. Иногда судьи не могут остановиться. Иногда кодекс им ставит на этом. Скажут, ребята, вот у вас выбор. Либо вы сами договоритесь, либо я вам просто это разведу, либо расторган договор, либо как. А мне за вас писать очень тяжело. Это действительно нужно в исключительных случаях делать. Но либо это должна быть другая модель. Волезамещающая. Либо другая модель должна быть. Понимаете? А мы имеем, что имеем. То есть она соответствует инфраструктуру. Потому что другую вести она не пойдет. Вот мне очень понравилось ваше замечание про краткосрочную историю, что нет брачных договоров с расчетом на то, что это долгосрок. Но они сейчас начали появляться. У меня есть несколько брачных договоров, я специально создала вопросный лист, где включила вопросы, которые все можно отразить в брачном договоре. Для многих доверителей это стало открытием, что какие-то условия там действительно можно прописать, включить и рассмотреть. И вот у нас сейчас там... Суббота на рыбалку. Примерно так. То есть там, что там, оказывается, можно изменить режим каких-то объектов в зависимости от... Ну, просто от факта там рождения детей в браке, от рождения там одного или более детей, от продолжительности брака, от того, что кто-то получил инвалидность, кого-то уволили, и он долго не может устроиться на работу. Что все эти жизненные сценарии можно прописать в этом брачном договоре. Я все время доверителям пытаюсь объяснить, что брачный договор, на самом деле, это же такой индикатор доверия между людьми. Это не вопрос, ты мне не доверяешь, это вопрос наоборот. Ты знаешь, я так боюсь, что со мной это произойдет. Давай мы что-то с тобой проговорим и подпишем для того, чтобы ты помог мне побороть мой страх. Потому что я же с тобой вступаю в брак, я же рассчитываю на то, что ты всегда будешь рядом и будешь меня в этом браке поддерживать, вне зависимости от того, что в нем произойдет. И это на самом деле большой индикатор. Я все время говорю доверителям, если вы сейчас по любви не можете договориться, то какая гарантия того, что когда эта любовь пройдет, вы прям сядете и точно обо всем... Любовь это воля, ее надо тренировать, как святые отцы говорят. То же самое, как и правые такие вещи. Это надо как-то наращивать все время. Мне с этой точки зрения очень нравится институт совместного завещания супругов. То есть это великолепный институт, А он уже не меняется? Ну как, его ввели в гражданский кодекс. Я к чему это говорю, что его великолепие в том, что да, можно прийти и совместно общее имущество завещать, но после смерти одного из супругов другой может просто новое завещание написать. Так он и при жизни может просто взять, пойти сделать личное завещание. Где отменяет последующее завещание? Остается прежний, да, новое завещание отменяет часть спортеричей старой. Вот я очень, я вот с самого начала был в недоумении просто стоят. И как он отработал, конечно. Да, для меня это тоже, конечно, мне казалось, что это должно быть как с личным фондом. Случилось наследственное событие, ничего нельзя с этим сделать. Они же рассчитывали на... Нет, там как бы под соусом это проводилось, что вот мы вместе придем, значит, к нотариусу. Вот. Не, ну можно же вместе и прийти, и каждый свое написать. Не запрещено же. Нет, совместно. А ты знаете, кому очень хорошо не заходит, кому слово брачный договор не нравится, потому что вот им кажется, что брачный договор это вот мы тут... Ну там вот такая отрицательная коннотация. Да, 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 да. А совместное завещание это вот такое общее, прообщее, да, наша общая воля, да, то есть это вот психологический аспект. Здесь у нас прямая аллюзия, вот мы говорили в самом начале о путешествиях, там есть такой самок коварств и любви, но кавказе там рядом в пригорьях Кислооска, там, значит, легенда говорит о том, что юноша и девушка, они... По сути дела, это кавказская история Рамо и Джульетты. Значит, родители были против... Прямо тост уже такой. Родители были против, и они... Да, против их брака, потому что кто-то там из них там был беден, скорее всего, наверное, молодой человек. Вот, и они решили сброситься со скалы. И вот они пошли, и, значит, вот смотри, там, молодой человек сказал, я вот тебе подам пример, он сбросился, он посмотрел и передумал, в общем, пошла там, вышла замуж, родила детей, и все было... Все было нормально. Вот это к вопросу об этом завещании. Вот такое... Называется это место, это замок коварства и любви. Есть такой институт в гражданском кодексе теперь. Поэтому, да. Сами с удовольствием. Коллеги, я вот... За любовь, да. Давайте выпьем, что все-таки это был тост. У нас очень, да, такой... Только за любовь. Очень интересно. Меня только успокаивает, что тот человек, который сбросился, он не узнал ничего больше, что происходило дальше. Он верил в любовь. Ну, как бы... Она тоже верила. Она хотела сберечь его память. Ну, так, кстати, как-то... Как-то... Коллеги, а у меня вот вопрос про юридический рынок. И вопрос к Денису. Денис, так как ты в свое время реформировал юридический рынок... Я концепцию готовил. Да, ну, реформировал я в плане того, что писал концепцию, то есть это был долгий процесс. Это был подготовительный этап. Да? Вот. До реформирования не дошли. Вдруг внезапно все само со себя реформировало. Реформировался сам. Да, да. Вот твоя... Вот как ты видишь, как все это произошло и что сейчас у нас складывается? Вот твоя точка зрения, человек, который был внутри этого процесса и в то же время был над процессом, потому что ты не представляешь консалтговой компании, и интересна именно твоя точка зрения. Потому что что в стаях скажут бывшие ильфы... Ныне нюльфы. Нюльфы, да? Это все... Более-менее непонятно. Сейчас услышим. Вот твое мнение. Для меня это такая личная даже в чем-то история, потому что я в тот момент, когда какие-то идеи в этой концепции были сформулированы, и я их отстаивал, это вызвало очень серьезный прессинг лично на меня. Я был выразителем того неприятного, чего-то такого враждебного для прежде всего коллег, которые работали тогда в ильфах. А идея-то была очень простая в этой части. То есть совершенно очевидно было, что в тот момент был очень серьезный перекос и очень сильные конкурентные преимущества иностранных, международных юридических фирм, которые работали здесь и имели здесь офисы перед нашей. То есть в чем это преимущество выражалось? То есть коллеги, которые работали в форме представительств, да? Представительств. Представительств. Представительств и филиалов. Филиалов. Вот. Они себя чувствовали очень хорошо, потому что если, например, у нас тут рынок падает, не беда. Головной офис поддержит. И всегда вот эта вот как бы пуповина, соединявшаяся с головным офисом, она успокаивала. То есть тут рынок падает. Ну ничего, мы всех там талантливых юристов, мы их к себе привлечем. Вот они у нас будут, потому что у нас зарплаты будут чуть повыше, чем вот тех, кто российские юридические фирмы. Это, ну как просто некоторый пример. Вот. Это очень странная была ситуация. Ну довольно странно, когда юрисдикция делает так, что свой юридический бизнес, находится явно в худшем финансовом положении по сравнению с иностранным. Хотя работали здесь, конечно же, наши прекрасные российские, очень великолепные квалифицированные юристы. Вот. И когда была высказана идея о том, что нужно уравнять правила, чтобы иметь право оказывать на платной основе юридические услуги, юридическую помощь, могли только те, кто создал юридическую фирму в виде адвокатского образования в Российской Федерации. Соответственно, филиалы и представительства не подпадали под эту уже ситуацию. Вот в этом была идея, чтобы... И было предложено коллегам из Ильфов, чтобы... Причем очень в мягкой, на мой взгляд, форме, это было предложено, чтобы... Вы создайте российские юридические лица здесь в виде адвокатских образований, которые планировалось сделать, чтобы было бы возможно и в форме ООО, и в форме акционерного общества, хоть производственного кооператива, как захотите. Создайте свое, но можете в партнерстве с вашим брендом, да, главным офисом, под этим же брендом работать. Там многие юридиксы ведь и это запрещают. То есть... И продолжать вот эту деятельность. И вот ко мне приходить... Была сформирована целая инициативная группа, мы проводили десятки каких-то совещаний, приходили и в ужасе мне рассказывали, что это вот абсолютно все разрушит вообще весь наш юридический бизнес. И все те стандарты высокие, которые были привнесены за эти десятки лет, начиная там с 90-го года. Конечно же, и все технологии тоже будут утрачены. Я с удивлением вот это все выслушал и спрашивал у них, дорогие друзья, ну вы же самый лучший в России юрист. Вы самые квалифицированные, высококлассные, вы соблюдаете все эти этические стандарты. Так вы же сможете сами, да, создать свои юридические фирмы и работать. Зачем вам вот эта пуповина там? Но был ужас в своих глазах. И вот я очень удивлялся этому, но задавал им, например, такие вопросы. Меня, например, всегда удивляло, что именно в этих иностранных юридических фирмах очень сложновато с трудовыми правами особенно молодых юристов. По ночам работают. Но я же это знаю, все. Вот эти молодые юристы, студенты, бывшие мои в том числе, они там мечтали попадать в эти фирмы. И что происходит у них? Наряду с высокими стандартами, в том числе был и вот этот стандарт, как я это вижу, может быть, вы подтвердите и возразите, что нужно, значит, вот в таком режиме, если ты хочешь, сначала забесплатно поработать, потом, значит, по ночам поработать и так примерно 10 лет первой своей молодой жизни поработать по ночам. Мне это всегда удивляло. Я эти вопросы тоже задавал коллегам. Вот они оставались без ответа. И говорили о том, что вот если сейчас это изменить, то все эти стандарты разрушатся, значит, все это превратится в Мерседес, в Жигули, вот такие прямо приводились птимеры и так далее. Вот. Я удивлялся. Но что, ирония судьбы состоит в чем? Что, во-первых, стандарты. Ну, мы видели, как это происходило, когда все это началось. Некоторые с высокими этическими стандартами международные фирмы просто бросили своих клиентов, доверителей, не вернули им документы, вот просто в бан все это произошло. И вот эти стандарты, да, то есть нам объясняли. Я, даже вот можно посчитать мое интервью в журнале «Закон», что высказывал предположение о том, что, ну, раз управление головного офиса вот в этой юрисдикции, значит, скорее всего, если будет конфликт интересов между государствами, то вряд ли, то есть риск, да, того, что эта юридическая фирма не сможет быть беспристрастной, да, и продолжать защищать интересы нашего российского клиента. У меня прям насмех поднимали, ну, как же так, у нас же там такие стандарты, мы вообще независимы от всех наших правительств и так далее. Нет, ну, вот это, к сожалению, не порадалось. Вот то, чего я предполагал, оно и осуществилось. Мне больно, конечно, от этого, но с другой стороны, я вижу в этом как бы такой назидательный такой укор судьбы, да, всем коллегам, которые так отставили. А что же здесь, Васильевич, врали просто, что ли, или сами заблуждались? Может быть, заблуждались. Думаю, что во многом и заблуждались, да, кто же знал, что так произойдет. А там, да, там. А что произошло, да, ведь сейчас именно так и произошло. То есть, конечно же, все иностранные почти юридические фирмы ушли из Российской Федерации, куда деваться нашим высококлассным, замечательным вот юристам, партнерам и так далее. Создали свои юридические фирмы. Да, уже не под брендами, да, придумали свои разные названия. Кто-то по именам, по фамилиям, кто-то по таким вольным переводам, ассоциативным, чтобы сохранялись. Надеюсь, что связи остались со своими бывшими? На английском уровне, естественно. Мне коллеги некоторые рассказывали, да, в том числе коллеги, которые из российских юридических им говорили, да они все равно там, вот значит. ну, такая вот ирония судьбы, что то, что я тогда отстаивал, как некую центровую идею реформы, уравнивание конкурентных преимуществ, свободный доступ равный иностранных юридических фирм, российских юридических, просто на равных условиях. Вот. Но оно вот сейчас и произошло. Другой, самый болезненный момент, это о том, что ввести исключительно право именно адвокатов на оказывание именно платной юридической помощи в Российской Федерации. Вот здесь искренне скажу, что может быть, ну, на самом деле идея и концепции же было то, что не как этого хотели многие адвокаты или там политики, что вот берем и с первого числа вводим вот эту адвокатскую монополию. Нет. Идея концепции была в том, что сначала надо наполнить, сначала создать условия для того, чтобы потянулись в адвокатуру люди, то есть те, кто сейчас в принципе экономически невыгодно выбирать адвокатуру просто потому, что там налогоблажение не такое удобное, что нельзя применять упрощенку, нельзя быть самозанятым и так далее. декретные не платят. Вот это вот все. Идея концепции была то, что давайте мы дадим возможность создавать адвокатские образования в форме любых юридических лиц, ООО, АО, производственный кооператив. Главное, чтобы их учредителями, их участниками были, причем там даже рассматривались варианты, что именно мажоритарным участниками должны быть адвокаты, но возможны инвесторы, в некоторых странах же это есть, в Англии запрещено, но недавно, по-моему, разрешили в каких-то формах. В Австралии даже на IPO можно выходить адвокатским фирмам. И это предлагалось в том числе, чтобы, да, вот есть инвестор, он не может влиять на принятие решений, чтобы сохранялась независимость юридических советников, но он финансирует, потому что, да, та ситуация, в которой сейчас, ну, по сути, ты должен на своем собственном, да, личном вкладе вывозить всю юридическую фирму адвокатскую. Это сложновато может быть, да, здорово было бы, если была возможность какого-то просто инвестора, который инвестирует, имеет долю, получает просто дивиденды с этого, а работают, но мажоритарные решающие значения должны иметь именно те, кто имеет статус адвоката. Вот это, то есть сначала создать условия, чтобы было выгодно идти в адвокатуру, в том числе мы с Минфином обсуждали какие-то возможности, чтобы напрямую как-то прозрачное партнерство, по-моему, принцип, чтобы напрямую облагать без юрлица именно доходы от личного вклада, как это в производственных кооперативах сейчас происходит. Вот, и даже уже в принципе какие-то наметки на то, чтобы договориться были. И велись обсуждения с так называемыми вольными юристами, которые в принципе были серьезно вовлечены в эту работу представители тех, кто не в адвокатуре работал. И были, в общем, достигнуты какие-то решения, которые делали привлекательным адвокатур. После этого только, когда мы бы увидели увеличение корпуса адвокатов для того, чтобы их стало достаточно, чтобы оказывать, чтобы сохранялся доступ к калифицированной медической помощи, должны были бы быть проведены социологические и статистические исследования, которые бы увидели, из которых мы бы увидели, что в каждом регионе достаточно адвокатов, чтобы оказывать этическую помощь. И только после этого вот это вот предлагалось решение по введению исключительного права на оказание, повторюсь, только на платной основе юридической помощи. То есть концепция предполагала, что если на бесплатной основе, то можно было бы, как сейчас, даже в уголовных делах имеет право на общественного защитника, обвиняемый подсудимым. И вот, и, наверное, я доволен, что именно это было в концепции, что это предотвратило такой просто раз и сразу введение адвокатской монополии. Хорошо, что этого не произошло, потому что не были к этому готовы. В том числе не очень правильным казалось просто введение требования о том, что там диплом нужен юридически, чтобы в суды ходить. там, начиная сначала, да, с уровня судов субъектов федерации, вот, волновало им на досу в судебной защите. Сейчас что волнует, да, и почему, может быть, даже и хорошо, что это не реализовано? Это желание государства все больше влиять на то, что происходит, волноватуры вмешиваться в том числе просто в каких-то чувствительных моментах в деятельность адвокатов. Потому что главное в работе адвоката, конечно, его независимость. главной идеей концепции было то, что адвокатура как сообщество свое, да, независимо, но не должно быть под домоклым мечом в том случае, когда возникает конфликт интересов у государства в случаях, когда адвокату приходится защищать своего клиента от государства. Естественно, когда, например, в руках государства и госорганов сосредотачиваются инструменты, которые позволяют лишить статуса, например, если что-то там не нравится госоргану и так далее, то вот это все разрушается. И вот если, конечно, в этих условиях, когда ну вот тенденции определенные к этому сейчас идут, чтобы все больше влияние государства имело на судьбу статуса адвоката, того юриста, который имеет этот статус, защищает интересы клиента как юридический советник в той ситуации, когда приходится это государство защищать, вот, конечно, я полагаю, что в нынешнем законе в адвокатуре, прям соблюден тот оптимальный баланс участия государства в работе адвокатского сообщества. То есть там нет решающего голоса государства, но есть его присутствие в этих квалификационных комиссиях. И вот какой-то дальнейший по этой шкале проход в сторону усиления влияния государства, он уже, конечно, приведет к тому, что будет сложно реализовывать право каждого в нашей стране на квалифициентную юридическую помощь. Концепция была пронизана этим моментом, то есть там уже обсуждались вопросы, варианты лицензирования, да, и так далее, когда именно Минюст, допустим, выдает вот эти разрешения на этот год. Вот это все я постоянно всем говорил, что главная идея концепции в том, чтобы сохранить независимость лукатуры, как тех, кто оказывает по Конституции коалифициентную медицинскую помощь, и вот надеюсь, что все-таки вот не будет эта грань перейдена, чтобы эта независимость разрушилась. Сейчас пока все находится в том состоянии, в котором эти возможности есть, в том числе при рассмотрении вопросов о лишении статуса адвоката и так далее. Адвокатские палаты, они очень взвешенно подходят и нередко не удовлетворяют вот эти представления, которые поступают от государственных органов. Не должно быть так, когда это просто вот в лед государству не понравилось, вылетая из авокатуры. Вот так быть не должно. Надеюсь, так и произойдет. А такое было? Такое было? Попытки есть, конечно. Такое хотят, чтобы стало. Интересно, что даже в советское время, даже в советское время, все равно адвокатура так уникально ситуация сложилась, что понятно, что каждый председатель адвокатской коллегии он согласовывался в партии, но тем не менее даже в советское время вот эту вот автономность и независимость адвокатура сохраняла. И так не хотелось бы, чтобы вот это мы утратили. Я считаю, это вот тот вызов, который сейчас стоит перед всем юридическим сообществом, не только адвокатами. Тем более, что сейчас сама-то идея ввести исключительное право адвокатов на оказание юридической помощи, она сохраняется и продвигается, но уже вот в этих исторических обстоятельствах и в этой модели, что да, значит, адвокат у нас, он должен понимать, как в этом государстве оказывать юридическую помощь. Ну да, концепция уже другое звучание имеется. Концепция-то, она как бы ушла в прошлое, сейчас, насколько я понимаю, никакой концепции нет, но будут предлагаться некоторые законодательные предложения. Я думаю, что на самом деле с тем, что Денис Владимирович говорит... Васильевич, прошу прощения. Вот могу сказать так, Алексей тот самый человек, который придумал слово Ньюльфа. Но он известен не только этим. Мемы. Ну, на самом деле, то, что Денис Васильевич сказал, я думаю, со многим можно согласиться, и это действительно интересная ситуация, когда концепция была разработана, и время ее еще, наверное, на тот момент не пришло, но последующий ход исторических событий, он действительно в определенной степени оправдал определенные идеи и теоретические построения, которые в данном случае на эмпирическом материале хорошем были, потому что это важный, самое страшное, что боялись тогда, я помню, это, что с завтрашнего дня мы прочнемся, все, определенное, что, как у нас любят это делать, что у нас так это будет, да, а это просто иногда базируется там, либо на честном волонтаризме, либо просто на отсутствие нормальных, там, эмпирических, научных разработок. В данном случае Минюст тогда работал очень серьезно, и я готов действительно подтвердить, Винюст и другие чиновники Минюста очень серьезно и многократно встречались с юридическим сообществом и Рульфов, и Ильфов, и консультировались, и смотрели, и принцип такой был, действительно, не навредить. Не навредить. Это, на самом деле, очень важно. И мне кажется, что основной результат, несмотря на то, что концепция оказалась невостребованной на государственном уровне, идеи, дискуссии, которые там были, они, тем не менее, велись в направлении, которое наверняка на каком-то этапе все-таки получит то или иное практическое завершение. И вот сам факт, то, что, допустим, мы все прошли там 22-й год, да, я далек от того, конечно, что там, что там, когда там коллеги там беседовали, какой-то злой умысел был, потому что, конечно, некоторые вещи, действительно, то, что там в 22-м году произошло, это стало для многих шоком, и для нас в том числе. И, конечно, я вам должен сказать, что вот наше решение, да, остаться здесь, открыть, открыть в таких очень непростых условиях. В рекордные сроки. Да, в рекордные сроки и в сложных таких условиях, одновременно переговариваясь там о разводе с головными компаниями, оно в том числе базировалось на чувстве, на чувстве такого, что ни такого не должно быть, чтобы клиент остался без защиты. Это неправильно. Вот это и есть те самые этические стандарты. Это неправильно. То есть так не должно быть. Это то, что если клиент остался, мы тогда встанем и будем защищать. Мы закатаем рукава, мы сейчас поставим, как бы это ни было, ну, как это, ну, это невозможно. Поэтому в этом отношении я четко могу сказать, я на личном уровне абсолютно был не согласен с таким и постановкой подхода, и то, в какой манере это часто очень было исполнено. И с этой точки зрения мы и вели переговоры, и как бы попытались вот стать этими атлантами, посмотреть, чтобы это не обвалилось. И в определенной степени самое-то главное, мы когда обсуждали, вот это 22-го года, уже вроде уже, два года уже прошло, и наш русский юридический рынок он продемонстрировал, устоял, продемонстрировал очень высокую адаптивность. Может быть, да, и всех юристов ругают, да, что этика, но это на самом деле это в значительной степени решение, это, знаете, это же личное решение. То же самое, как, хорошо, это хорошо. Как твоя личная судьба. Абсолютно. И мы можем сказать февраль, да, февраль, раз. А потом же у нас еще была еще осень 22-го года, когда тоже клиенты звонили, вы еще здесь? Да. Можете приехать с нами встретиться? Пожалуйста. Правда? Да, пожалуйста. Конечно. Все, конечно, приедем, встретимся. Давайте, все. Все, вы никуда. Все. То есть здесь есть некоторые какие-то моменты, которые, конечно, ну, вот они очень важны. И, конечно, и рынок-то, собственно говоря, даже, ну, правда, на краткий момент такой был, что это был рынок юристов, потому что, ну, никогда такие, наверное, за вот 25 лет работы в юридической профессии я не сталкивался с такой ситуацией, что благодаря такому кровопусканию там юристам, которое было сделано, что, в принципе, вот действительно острая нехватка была юристов, там, каких-то вещей, потому что и нужно было срочно создавать команды, там, решать вопросы, там, иногда даже, знаете, в самом начале, когда началось, там, у нас была проблема, все говорят, а руктехники не будет, что там делать, где ее доставать, как, все, все, поставки, все. и нужно было личное состояние, то есть, это же на стартап, нужно было все, деньги вкладывать, там, выстрелить, не выстрелить, никто же не знает, что там было. Когда с вами интервью было с новой компанией Юльфом Левел, там один из ваших партнеров рассказывал, что, говорит, я люблю пить воду с лимоном, и вот я как-то захожу на кухню, а лимонов нет. Он говорит, а все, никто их не закупает. Ну, вода. И он говорит, я занялся покупкой лимонов. Да, поэтому, с этой точки зрения... Самое главное, что клиентов не бросили, вот это, конечно. Это, ну, начинается это с клиентов, страны, там, и все, это все можно как бы высоко говорить, но действительно, ну, это казалось просто невероятным, потому что, ну, действительно, уровень сложности, тогда там разрыв практически всех договоров, там, споры и так далее, ну, это нельзя было. Ну, видите, рынок переформатировался, и сейчас, конечно, человечество, не смеясь, расстается с прошлым, а все-таки что-то полезное выносит. Поучительно. Да, а это очень поучительный опыт, и, конечно, я должен сказать, что вот мы вроде тоже, вот наше поколение, да, ну, видало-виде, потому что мы и 90-е, и 80-е помним, 90-е, так сказать, учились, в нулевые уже зашли в практику, я с конца 90-х, там, 10-е, то есть мы увидели, ну, все, что угодно. Ну, это тоже стало очень серьезным потрясением, и, конечно, очень большим уроком, таким и отрезвлением в определенной степени. Но, видите, жизнь продолжается, и мне, что, Донска, что сейчас все-таки вот те ребята, которые, как и мы, создали компанию, сейчас и двигают, то есть они не затерялись, и даже как бы, то есть это, в принципе, вот те позиции, которые занимали, по большому счету, да и занимали. Даже уже, несмотря на то, что нет какой-то там, вот этой пуповины, она перерезана, остались, конечно, дружеские связи, остались прочие, но это сейчас тот капитал, который очень востребован, особенно в санкционные времена. И здесь, на самом деле, помимо всего прочего, как я сказал, один из главных вызовов был в этой ситуации. А ты сам-то чего-то стоишь вне рамок бренда. Ты сам-то что-то можешь, что-то ты из себя представляешь, или ты так, кстати, весь превратился в некий там этот отцвет бренда. Поэтому это тоже еще был очень личный вызов с этой точки зрения. Ну, естественно, вот, поэтому я еще тоже согласен с еще одним тезисом, о том, что какой-то вот есть такой хрупкий эквилибриум сейчас, попытки его и очень легко разрушить. И куда-то там, потому что действительно тут принцип не на вредение. И хотелось бы пожелать всем там будущим, нынешним реформаторам очень, может быть, так тщательно тоже подойти к ситуации, как это сделала рабочая группа тогда Минюста. Потому что наломать дров элементарно. Но иногда, как это, Конфуция говорил, мудрец похож на впадину в скале. Иногда бывает хорошим принцип, потому что регулятор иногда зудит от регулятивного зуда и активности. Нужно что-то отреформировать, нужно что делать. А иногда, ну, ничего не делает. Иногда нужно подкорректировать, там, мягким правом, еще что-то сделать. Вот это вот тоже к вопросу о мере регуляторного воздействия. Это очень важный вопрос практически. Я еще один хочу тезис сказать, что именно в этой ситуации очень важна консолидированная позиция самого юридического сообщества, чтобы, ну, как бы, вот, в принципе, и тогда вот это происходило, да, ну, самым главным актором, который выражал некую позицию по поводу этой всей концепции, вот, было сообщество партнеров иностранных юридических фирм. Вот сейчас, мне кажется, вызов-то гораздо более серьезный стоит юридическим сообществам, и вот все те, кто сейчас квалифицированную юридическую помощь оказывают, да, должны точно так же, ну, консолидироваться и уже на этот новый вызов отвечать, которым я говорю. Вот эти вопросы надо расслабить. Сохранение независимости юридической профессии. Вот у нас сейчас грядет Петербургский международный юридический форум в очередной раз, да, сохраняется ежегодный этот формат его проведения, вот, но, конечно, ну, все отмечают, да, что, как бы, совершенно там, мюфы прошлых, прошлого десятилетия, последние два года, это, конечно, совершенно две большие разницы, вот, но мне кажется, как раз надо вот как-то в том числе на эту площадку, выставляют, да, потому что мюф, конечно, как площадку, надо как-то обратно юридическому сообществу, ведь там же, как говорится, госорганы так раскрылись, ну, во многом потому, что... Неожиданной стороны. Потому что, как говорится, как-то, вот как раз юридическое сообщество просело, ну, я так понимаю, вот я вот был, вот, в прошлом, в позапрошлом годах, но... Не знаю, когда он просел. Нет, я думаю, там не вопрос в просядке, это изменение формата, с одной стороны, и с тем, что клиенты... Но надо возвращать тогда формат. Это вопрос всех, это не только вопрос юридическому, это вопрос организаторов. Вот еще, можно я вернусь к теме, форумы это прекрасно, да, и, конечно, эту площадку надо использовать. Я имею в виду вот такие, например, ситуации, когда возбуждается уголовное дело в отношении какого-то адвоката, который принципиален в защите прав своего доверителя, да, вот, и, ну, вот, например, в Федеральной Палате адвокатов надо должное, да, был казус с Дианой Цепиновой, да, 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 все знают. Против которой возбудили уголовное дело, потому что она себя принципиально повела, да. Вот в таких вещах надо вставать горой, что называется, не только адвокатом, да, вообще, всему юридическому сообществу проявлять свою, ну, как бы, позицию по поводу этого. Когда мы видим, что вот с государственной машиной, да, адвокат, да, здесь вступил в определенное противодействие, потому что он принципиально в защите своего доверителя или юрист, не имеющий статус адвоката, он не должен оставаться в одиночке, да, в одиночестве. Ну, вот я... Это важно, и это важно для того, чтобы, в том числе, там, государственные органы чувствовали, да, депутаты, государственные думы, там, сенаторы, чувствовали, что это единство, да, юридического сообщества, оно есть, да, оно проявляется... на самом деле, Грис Васильевич, его нет, это фантастик. Ну, я определенный... Ты говоришь о каком-то, знаешь, таком, а, вот какой-то... Нет, смотри, Николай, есть, потому что за Диану Цепинову вступились, да, в федеральную плату адвокатов. ну, и в итоге... Это означает, что федеральная плата адвокатов выполняет свою функцию. Но это не означает, что ассоциация вузов России выступила вместе, юридических, вместе с адвокатами, а здесь же еще нотариальная палата, а здесь же еще, я не знаю кто, лучше такое юридическое сообщество. То, что хорошо работает... То, что у нас оно разобщено, понятно, что... Ну, конечно, его нет. У нас оно профессионально разобщено, оно еще поделено на враждебный фракт. Это мы речь. Есть у нас. Хотя это фантастику говоришь. То, что адвокатское сообщество, слава богу, нормально функционирует в рамках федеральной палаты, это очень хорошо. Но это не говорит о каком-то единственном сообществе в целом. Мы можем постепенно... Мы можем постепенно это единение осуществлять, допустим, адвокатское сообщество и те, кто оказывают юридическую помощь вне адвокатского статуса. Да. Следующий этап это вовлечение сюда судейского сообщества, да, прокуроров. Это как можно себе призовывать... Должно вот так быть. Нет, должно быть, она и на земле. Похож на такого. Нет, вы знаете, я вот это... Сейчас вот прокурор с адвокатами будет обределиться, обратиться. А еще и судьи, когда я рассмотрю дела. А еще и предварительные следствия, давайте туда же. И все они будут вместе на одном форуме. Но враждебность быть не должна. Это другое дело. Я тоже за все хорошее Денис Васильевич. Я за все хорошее. Можете меня считать идеалистом. Да. Фантастом. Фантастом. Но нет, на самом деле... Это надо озвучивать. Надо. К этому надо призывать. Вот. Я продолжать буду это делать, как бы, несмотря ни на что. Нет, вот я на самом деле соглашусь. Я даже объясню, почему. Да, вот я это поддерживаю. Мне это откликается. Мы очень часто слышим на всяких конференциях про Юрбиз, про корпоративные ценности. Это прям такая культурный код, корпоративные ценности. Вот на уровне какой-то отдельной фирмы, да, и каждый этим гордится, про то, что вот у них там происходит. Но должны быть общие ценности в сообществе. И я могу сказать, что вот так как я веду там, ну, достаточно много пробонных кейсов, таких сложных, известных, громких, очень часто я чувствую, как Юрсообщество объединяется вокруг этих кейсов, независимо от того, конкуренты мы или не конкуренты, что там происходит наверху между управляющими партнерами. Они звонят и говорят, чем помочь. Нотариат, Госдума, вот всех, кто хоть как-то связан с юридическим бизнесом. Госдума, что ли, связана с юридическим? Ну, они не связаны с юридическим бизнесом, но мы часто там лоббируем. Которые должны бизнес свой оставить, между прочим. Мы лоббируем там какие-то... Как мы проговорились? А кто там связан с юридическим бизнесом? Кто бы же заводил? Они уже оставили юридическим бизнесом, скажем, да? Вот. И мне кажется, что если мы просто примем, что есть там базовые какие-то ценности, которые нас объединяют, и вспомним, что мы все-таки там, если это адвокатура, то мы о чем-то одном, да, вот там, что написано в федеральном законе, вне зависимости от того, где мы реализовываемся. Что каждый из нас может оказаться в той или иной ситуации, да, в которой вы говорите. И никто не застрахован от этого. Есть такая русская поговорка. Да. И если мы будем об этом помнить, есть институт репутации, что когда кто-то что-то делает, не надо это поддерживать, да, если мы считаем, что это не откликается, и так поступать нельзя. И это то, что нас может объединить вне зависимости от того, чем мы занимаемся, в каком адвокатском образовании мы это делаем, кто наши доверители, кто выиграл какой рейтинг, я не знаю, все, что угодно, да, все, что нас разобщает. Но есть какие-то вещи, которые должны создавать эту единую платформу. Ну да. Это все, наверное, ценности. Я должен сказать, я должен сказать, что тут интересный есть момент, вот тоже из все-таки зарубежного опыта. Не надо его, наверное, полностью анафеме продавать, предавать, потому что есть всегда у нас искушение на крутых поворотах, как бы вот мы не критически его заимствовали на определенном этапе, как кто-то считал, а сейчас, ну, гиперкритически, мы сейчас все вообще, общего нам не нужно. И тут, конечно, некий такой баланс соблести, да, допустим, системе общего права, там, понятно, у нас другая совершенно система, да, и совершенно, может быть, и обоснованная такая доза реализма была сказана о том, что, ну, да, вот адвокаты, прокуроры, там, следствия, судьи, ну, это же вообще совершенно разные люди, совершенно касты. Но важно помнить, и, наверное, помните такой документ был? Концепцию судебной реформы. 89-го, по-моему, года было, да? Замечательный был документ. Он сейчас погребен уже под слоем такой вот пыли. Многие положения уже, как бы, они в другую сторону пошли, но тогда вот была осмыслена на конструктуальном уровне вся правоохранительная система, ну, и судебная, и были заданы вопросы, а как сделать так, чтобы... Понятно, что мы... Это совершенно очевидно, что на определенном этапе, там, в 80-х годах, да, была тупиковая ситуация, кризисная ситуация, включая и правоведение, и правовую науку, правоприменение. И встал вопрос вообще, а что делать? И почему мы вообще так оказались? Как нам сделать так, чтобы у нас там повторился 37-й, чтобы у нас не превратилось это все, как бы, юрисконсу это не прекратили, не превратились в какой-то таких так, людей, которые там просто ничего не делают, и так далее, и тому подобное. И концепция была разработана. И здесь один из элементов этой концепции, то, что как раз и в определенных правопорядках, то, что единство юридической профессии это хорошо бы его иметь. Понятно, что сейчас это нечто такое, скорее, такое желаемое, чем действительное. Но когда там, допустим, нас поражало все время, когда получали, там, боролись за права, там, российские, и сейчас боремся за права российской компании, но там один, говорит, судья звонит, там, адвокат, и говорит, вот это так, так, я должен получить срочные меры обеспечения в субботу, в воскресенье, потому что ответчик может вывести активы. А они раньше из одной адвокатской палаты. И, в принципе, в документы, представьте, да, да, я тогда немедленно вношу арест, и получил по телефону. То есть, у нас, в нашей ситуации, это такой просторный, в принципе, невозможно, да? И комплектование совершенно другое, и все другое. Понятно, что мы не можем построить там то, что там маленькая, уютная Англия, там, или еще там что-то, у нас совершенно другие реалии. Но посыл о том, что там право, есть искусство, добра и справедливости, и что независимо от того, кто ты, прокурор, судья, адвокат, государственный депутат, он должен это помнить, это очень важно. У нас уголовный процесс в Московском университете преподавал Владимир Иванович Теребилов. Это бывший председатель Верховного Суда СССР, министр юстиции СССР, замгенерального прокурора СССР. Он сидел в 50-е годы на пересмотре сталинских дел. Он был замгенерального прокурора. Около трех тысяч человек было осуждено, там бывшие следователи и руководители троек, и так далее, двое. И вот он две вещи всегда подчеркивал и искал. Он, во-первых, выискивал студентов из юридических семей, чтобы посмотрел династию юристов. Для него это была неприкрытая радость. И потом он вел курс, спецкурс «Нравственные основы уголовного процесса». Человек, который прошел вот эти все ошибки, которым сейчас есть побуждение завернуть. Это явно авторский курс. Завернуть. Да, завернуть. Вот сейчас в наши условия. Давайте это здесь режем, давайте здесь режем, давайте там. Вот. И это, на самом деле, известные результаты. Чем это все закончится? Ничем хорошим это не закончится. Да? Он подчеркивал эти вещи. И мне кажется, что это, да, это очень важное основание для профессии и, конечно, для страны, которая традиционно заражена, что там, скрывать вирусом правонидизма, включая и профессиональное сообщество. Но это что значит, что мы должны спустить флаги? Нет. Если есть возможность, есть сила к тому, что мы учили, у меня как завет, вот остался он со студенческих времен, да, вот это. Поэтому мы пытаемся в этом направлении действовать. И когда это, мне кажется, вот это то, что нас реально может объединять. Поэтому я бы не стал, несмотря на все наши годы, там, в практике, не впадать ни в цинизм, ни в реализм такой чрезмерный. Да, мы все прекрасно понимаем, мы в определенной ситуации живем. Ну, должны ли мы спустить флаги? Ни в коем случае. Давайте за это выйдем. Мне кажется, мы уже давно не поднимали бокалы, потому что ни один тезис не звучал, как тост. Спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо. Я вот хочу право тоста передать Николаю Борисовичу. Потому что Николай Борис в прошлое программу пропустил, перед ней я пропустил программу, и мы фактически не виделись в такое время. И, может, Николай Борис расскажет, что его поразило за эти несколько месяцев, а, может быть, просто расскажет какую-нибудь историю и подведет ее к тосту. Так, а что сегодня апрель, да? Апрель, да. Уже идет четвертый месяц наступившего года. Ну, у нас календарей много раз. Майя. Китайский есть еще. Новый год я последний раз здесь был, как раз, когда я отмечали ему китайский Новый год в предыдущем его. Ну, очередной, скажем так, Новый год. Что же сказать? Вы знаете, что я хочу сказать? Что... Думаю, как тостующий, подвесенный, как неожиданный. А это всегда, понимаете? Подстава. Подстава. Вы знаете, что? Ничего не произошло, и слава Богу. Я, честно говоря, против всех этих революций, каких-то сдвигов в какую-нибудь сторону, все эти сдвиги не шли. Я за то, чтобы, не знаю, все как-то развивалось органично. Органично, последовательно. И вроде, оно так и развивается. В любом случае, я вот, то, что касается меня, я не вижу никаких революций, никаких, пока, да, дай Бог, чтобы не было, еще, по-черкну, в любую сторону. Вот кто-то говорил про 37-ой, а вот для меня 90-е и 37-ой это одно и то же, поэтому я не хочу ни того, ни другого. Я согласен. Поэтому... Мы сейчас выпьем. Да, поэтому хотелось бы, да, я хочу, чтобы так всегда и оставалось, да, но в какой-то степени хочу, чтобы все так и осталось. Потому что надо различать какую-то траекторию общую, которая идет, и какую-то личную траекторию. Личная траектория, может быть, какая-то бурная, какая угодно, но самое главное, чтобы вот эта общая траектория, она не мешала людям жить. А честно говоря, вот мне за эти два месяца никто не помешал или за полтора. Ни государства, ни общества. Вот. Может, потому что я отдельно от них живу, но... Это тоже надо уметь так поставить себя. Да, да, да. Скорее всего, не поэтому. Человек государства, человек общества. Да, скорее всего, она просто мудро не трогает. Да, да. Всяк случае пока, и дай бог, чтобы она и не трогала, и давала развиваться тому, что может развиваться. Если тронет, то там мало не покажется уже. Само. Вот. Слушайте, но если что-то не будет развиваться само, государство обязательно придет и разовьет. Вот как с Академией наук, не помню, это было что-то время. Вот у Славок теперь мы имеем прекрасную Академию наук. То есть за Академию наук? Да, за бывшую Академию. Неожиданно. Как бы у нас, у нас много государственных Академий наук. Ну, и беда, что их много. Раньше была парочка и достаточно. А сейчас на каждом углу по Академии. И в советское время тоже были. Где? В сельскохозяйственных, медицинских и Академия наук СССР. Естественных. Нет, это естественных, это все лабуда. Это неудачники, которые прошли туда, они сделали себе Академию. Ну да. Раньше такой статус бессмертный был. Ну, кстати, у нас кто был академиком от юристов? У них не так много было. Кудрявцев. Кудрявцев, да. Буквально человека четыре, по-моему, у Венедиктов был, естественно, академик. Их было очень мало, да. Кудрявцев. На пальцах одной руки. Как говорил Борис Николаевич Ельцер, я технику безопасности знаю как свои три пальца. Ну, с тревя пальцами обычно что-то другое делают. Что, правда, так говорю? Нет, сейчас у нас Андрей Владимирович Габов стал член-кором Российской Академии наук. Ты ли я юрованных Абриев Академик, по-моему? Нет, я про действительных членов. А вы в каком смысле про действительных? В полном смысле. в полном? А, Алексей был Сергей Сергеевич? Алексей ФСС Сергей Сергеевич. Академик. Я вот не помню, Ченкором ты точно был? Ченкор был. Мне кажется, нет. Ченкор. Да. Ну вот кудрявцев я знаю и вредиктов. Ну, в принципе, немного юристов, конечно, было. Мало. Видимо, так и должно быть. Наверное. Открытие не так много, как физики, математики. Ну, какие-то новые, и новые, норбезерских лауреатов у нас не так уж много. Юристов, да. Ну, у них не так много лауреатов, как все другие с вами говорили, ну, а у них не так много, говорит, лауреатов, ленинской премии было. Ни одного. Что, что, да. Не, вообще, конечно, хотелось бы вот... Я прошу прощения, Алексеев был членкором, только членкором. И Российской Академии Наук, и Академии Наук СССР. О. Так что вот. Но до Академика он... Настоящий рыцарь права. были в этих, в Союзных республиках. Возможно. Ну, там уж наверняка в каждой Союзной республике по 10 академиков. Это даже вопрос. По квотам было, да? Да, это... Вообще хочется вот, чтобы именно наука развивалась в нашей стране, чтобы мы были обращены в будущее, да, вот, чтобы мы все свои успехи видели в будущем. В развитии науки, в развитии, там, космонавтики, медицины. И знаете, что самое, это опасно. И так далее. Хочется вот чего-то, чтобы мы все свои успехи нашей страны видели в будущем. Что произойдет в будущем. Что-то хорошее. Но это правда. Нет, правильно. Вы знаете, я когда диссертацию расшищала, у меня одним из тезисов диссертаций была специализированная адвокатура и специализированные суды. Я прям вот... Ну, это было давненько уже, но я прям очень активно за это... Я в это верила, я прям активно про это говорила, что вот есть категории, где это нужно, важно, там, какие-то... приводило нововведения, что-то... Ну, не чрезвычайно, специализированные, но не чрезвычайно. Ну, примерно, да. У нас концепция была про специализацию. Вот, а потом, а потом появилась концепция, где я это увидела. А сейчас говорят про специализированные суды по семейным делам, есть специализированные составы в судах уже по семейным делам. И сейчас говорят про обучение адвокатов, да, определенное, да, по определенным категориям. Вы авторитератисты держите под рукой, да. И по определенной категории, по определенной категории дел. И просто, когда я тогда об этом выступала... Я чувствовала от оппонентов такое прям противодействие всему тому, что я говорю, прям вот непринятие этого. Какая специализация? Ну, примерно, да. Что бы мог и швец, и жнец. А вдруг у нас судьба уйдет в декрет? Что будет зависеть? Ну, и это про взгляд в будущее. Когда я сейчас вижу, что, да, прошло там много лет, уже там 7, наверное, лет, и я вижу, что это появляется, об этом говорят, и уже это как будто бы так и должно быть, и мы туда идем. Ну, я прям чувствую, что это не в пол. Не в стол было, не на полку было. То есть что-то в этом было разумное. Сначала в штыки, а потом это становится вообще там мейнстримом. И мы растем, и все, как это, сначала, старая армейская пословица, сначала, говорит, ты три года растешь до полка, потом три года с полком, а потом, говорит, полк подтягиваешь туда, куда нужно, говорит, еще три года. Поэтому вот так вот это... Ну, видимо, уже вот, наверное, уже растем со страной, и есть такая... Потому что, в принципе, тоже воспитано, ну, уже как минимум, там, два поколения, да, юристов с определенными, так скажем, и жизненными ценностями, и опытом, и, в принципе, кадровый резерв достаточно серьезный, что уже позволяет, так скажем, делать. Я помню, вспоминаю, вот, опять же, банкротство, там, вспомнивали международные дела. Первое дело было по, там, оспариванию сделок в банковской сфере, вот, в рамках банкротства банка СБ САГР. Это был 2002 год. И мы приходим в суды, мы говорим, ребята, нам нужно, вот, 30 сделок рассмотреть, для того, чтобы... Ну, понял, как вывод-то существует? Нет, ребята, подавайте все по отдельности, мы это не будем смотреть. Все, они разделяют. А как вы это увидите? Нет, это разный предметный состав. То есть, судьи не были даже готовы. И потихоньку, потихоньку, все равно, там, появилась там, субсидиарка, субординация требований, там, сейчас вот такие эти серьезные вещи, то есть, то есть, это уже такой, уже высшая математика, уже пошла, юридическая. Да? Да, банкротство. Это серьезная вещь. И банкротство здесь двигатель, оно генерирует очень много такого, оно как такое, этот, междисциплинарное, потому что практика, они, они на, на, на острие, они генерируют очень много полезного. И поэтому, в принципе, я думаю, что юристы, как раз, о том, что было сказано, дай бог, постепенно, опять же, не сразу, не просто станут там патологоанатоми, кем они сейчас являются, ну вот, дело есть, надо проанализировать. А вопрос, а прогноз, это же серьезная вещь, так правовая футурология, а как это будет? Надо же стать терапевтами. Да, чему мы не обучены, да, мы уж будем так немножко, так хотя бы там, что-то там поправлять, а потом, глядишь, может, это там, какая-то профилактика на будущее. Это вот, вначале говорили о том, что, вот как правом что-то исправить, вот так вот это надо делать. Не написать что-то, чтобы потом все стало там хорошо. Да, именно так, да. Надо научить вот сейчас студентов, да, эти студенты дальше, они же разными займутся юридическими профессиями. Кто-то судик, кто-то прокурор, кто-то адвокат. Но их сейчас научить, и они, а мы же тут все практически преподаватели, да, и они потом уже с этого, да, исходного своего стартового, стартовой точки, неважно, да, чем они займутся, но у них просто будет это на подкорке уже сидеть. Вот, как правильно. Да? Сейчас с учетом того, что много... Теребилово помню, я до сих пор помню. Часто меняется законодательство, аспиранты очень боятся, они все хотят быстрее защититься, чтобы, значит, не изменился закон. Ну, естественно, желание аспирантов, я должен сказать. У меня перед защитой компьютер показал синий экран, и я еще на год ушла переписывать все то, что там потерялось. Но все-таки мы говорим, что, ребят, то, что защищаться быстрее, это, конечно, это правильно, это хорошо, но мотивация не должна быть такая. Тезисы, выносимые на защиту, не должны зависеть от того, что примут 30 декабря или 30 июня перед уходом на летние каникулы, как обычно у нас Госдума вываливает на зимние, на летние каникулы. Поэтому, конечно, ну вот, да, мы уповем на то, что, да, студенты... Вообще, конечно, качество образования намного. Это отдельная, конечно, тема, но последние, наверное, 10, может, 15 лет, но выросло очень сильно, мне кажется, как-то вот после реформы. Но это можно отдельно обсудить. То есть вы считаете, что выросло? Конечно, да, конечно, последние годы. То ли это связано, я не могу сейчас... Но вы по Московскому университету судите или вообще... Я сужу, школа молодых ученых-юристов, у нас же приезжают из 20 вузов разных, от Калининграда до Иркутского, там, до Байкальского и Иркутского госуниверситетов. Вот. И нет, как-то... Коммуникация, коммуникация огромное значение играет, потому что обмен идей и онлайн. Да, вот это, конечно, большое дело дело. Переход как бы от специалитета на гибкую систему 4 плюс 2, от, как бы, вот чисто аудиторных к гибридному формату, от сокращения, вот вы помните, по тем медведевским реформам, когда сократили количество юрфаков, там, ну... Как минимум в два раза, да, как минимум в два раза. Лучше 10, больше даже, да. Вот. То есть вот все вот это вместе, вот такой дает синергетический эффект, что сейчас... Сейчас вот... Как бы это... Это совпадает с поколением ЕГЭ. Я не склонен ставить это в зависимости от ЕГЭ. Вот. Скорее, другие причины на это повлияли. Вот. Но исторически это еще и с этим совпало. То есть вероятно, все-таки ЕГЭ там при всех своих недостатках, вот этот блат, который был возможен при поступлении, и который, что уж греха таить, в наше время был просто в полный рост, вот когда мы учились, да, в 90-е годы. Это... То сейчас это, да, вот это... Уже позволяет смотреть с оптимизмом в будущее юридической профессии. Давайте выпьем тогда. За оптимизм, за будущее. Да, давайте. За будущее, да. Я поддерживаю в том, что вся надежда на новое поколение тех, кто сейчас вот заканчивает там юридические вузы, они в состоянии все изменить к лучшему, я считаю. То есть, это же пройдет пять лет, и они... Да, займут ниши всего. Ниши... Везде они встанут. Ключевые, да. Так что, ребята... Я прям очень надеюсь на это, я прям уверен даже в этом. И молодежь замечательная, я должен сказать. Да, но мы же вот преподаем, мы их видим, эти горящие глаза. Там понятно, что не у всех, но мы их видим, да. Все кивают. Да, видим, видим. Подтвердили. Да. Коллеги, а у меня вот вопрос к Виктории. Виктория, вопрос очень простой. Не про семейное право? Нет, у меня личный вопрос. Про семейную жизнь. Не совсем. Виктория, в 21-м году я вам подарил чайпах. Да, Шурик, которая потом стала Шурой. Что стало с Шуриком? Она стала... Значит, мы думали, что это Шурик, потом оказалось, что это Шура. Шуре очень хотелось деток, и Шура обрела семью. В лучших традициях семейной практики. Вы поженили Шуру. Шуру, с Шуриком. Сидел стало много детей, это сказочный просто сюжет такой. Это виртуальное что-то? Мы устроили ее в семью. Черепах. Денис, что-то... Черепаху. А, я просто... Я не расслышал... Я тоже не расслышал... Это был фильм в советском, Внимание, Черепаха. Нет, это не студент, который пошел на практику. Который Саша подарил студента из Шуры. Ну, вроде порекомендовал Шуры. То ли Шуры, то ли Шурик. Вы сами там в фирме разбирайтесь. Мы выучили, как могли. Нет, это Черепаха. Да, просто в какой-то момент это стало сильно активной. Мы начали за ней очень сильно переживать, потому что уже аквариум, который мы, значит, ей там оборудовали, он не выдерживал всего того, что там происходило. Мы заволновались, повезли ее к специальному ветеринару, который занимается черепахом. Есть такой в Москве. Мы его нашли. Черепашник. Мы его нашли, привезли к нему, и он нас вдруг просветил. Во-первых, это не Шурик, а Шура. Так что у нас не получилось развеять миф, что в семейной практике есть и мужчины. Нет. Саша, ты кого дарил? Я говорю, он черепаху. Это как важнистые попугайчики. Там тоже часто подставы бывают. Да, и Шура очень хочет деток. И поэтому мы подумали, что нельзя этому препятствовать. Нужно найти Шуре пару. И мы нашли Шуре пару, и у них там детки. Так что все хорошо. А, все. То есть уже детки пошли? А эти черепахи, которые 150 лет живут? Мы пока не проверяли, сколько она живет, но сказали, что до нас она жила очень плохо, судя по кружочкам на ее панцире. А когда вы нам ее подарили, все кружочки ровные, и панцирь идеальный. А что ты с ней делал? Засверкал. Курой или Шуриком. Я преподавал право. На нем, наверное, видимо, в качестве объекта выступал. Ты, кстати, твоих предпринимательских салатом. Вот видите, как все замечательно сложилось. Прекрасно. Так что с нами она не переехала в новый дом. А вы вот сейчас переехали куда-то. Из BGP Litigation вы переехали в компанию, в которой не было ни одной девушки-юриста. За 33 года существования. Нет, юристы были девушки, есть партнеры. Партнеров не было. Да, юристы девушки есть. Две большие разницы, как говорят в Одессе. Вы перешли в монастырский Зюбе Степанова. Монастырь, можно сказать. Мужской. Мужской. Ну, переходом перестал таковым быть. Да, у нас случился переезд. Я бы это сравнил с кораблем, с кораблем, понимаешь? Я так чувствую, это придется вырезать. Нет, мы ничего вырезать не будем. Мы всю правду расскажем. И как вам в новом коллективе в мужском? А, вот это вырежем. Неловкая минута. Нерадостный смех. Давайте лучше как сурикам то же самое. Давайте выпьем и запущим всегда их любье. Да, мужчины стоят, женщины надо дна. Так, Николай Борисович, ой, недостаток случился. Конфуз. Недостача. Конфуз не случился. Я тоже что-то забыл. Бокалы, сосуды преисполнены, а бокалы... Ну, на самом деле, просто еще очень мало прошло времени, чтобы сравнить, тем более, фирма очень сильно... где-то вы там находитесь... Третий день. Ну, нет, мы вышли 1 апреля, просто мы не стали об этом объявлять. Сочли бы это шуткой. Да, это как про черепаху, наверное. Вот. Поэтому просто для нас все равно еще очень мало времени прошло, и фирмы очень сильно друг от друга отличаются, все же отличаются, вот. Но это большой кредит доверия со стороны компании, потому что вопрос даже не в гендерной истории, да, какой-то, хотя это... Но и в ней тоже. Повод для шуток. Но это первая внешняя команда для компании за период ее истории, да, и существования. То есть, и для нас это такое большое, для меня, для партнера это такая очень большая ответственность, да, потому что... Достойные команды обе, естественно, да. Вот. И, конечно, я надеюсь, что все, что мы вкладываем в понимание партнерства и того, к чему мы хотим прийти, что все это реализуется и ожидания взаимно оправдаются. Вот. Так что повесила картину свою из того кабинета. Мир сам себя не спасет. Вот каждый день на нее смотрю. Она меня мотивирует. Нет, а вот к вопросу, когда вот вы обсуждали студентов, я очень люблю Вышую школу экономики за то, что она меня научила. Вот тогда, когда я там училась, вот преподавательский состав, который вкладывал вот эти все знания в меня, они как-то сформировали во мне эту убежденность, что даже если ты один человек, ты можешь очень многое изменить, и от тебя это многое зависит. Я прям верю в право в этом смысле слова. Отсюда у меня очень такая активная, наверное, социальная повестка в работе, да, там у меня благотворительный фонд был, которым я три года руководил, и мы вели вот эти прецедентные дела, мы писали законопроекты, часть стала федеральными законами, то есть, и я верю вот в то, что ты действительно, если ты хочешь, ты можешь это изменить, и найдется куча единомышленников, да, которые тебя поддержат. И то, что я вижу вот в поколении, которые сейчас к нам даже приходят на работу, очень важно в них эту веру поддерживать, не демотивировать их. И от нас это тоже очень многое зависит, что мы после вуза в них сами вкладываем на своем примере, на примере своей работы, или когда там приходят какие-то дела, и не говорить им, что вообще ничего нельзя сделать. Да, 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 абсолютно. Да, и там, что мы не берем заранее проигрышные дела, или это заранее проигрышные дела, или здесь ничего не сделать. Я не знаю, вот таких фраз категорически избегать, потому что я вижу в них, что вот с каждой такой историей у них как будто минус одна искорка в глазах, минус одна искорка. Если вокруг много людей будут говорить про то, что есть этот линейный трек, и вот давайте мы пойдем по пути наименьшего сопротивления, а чтобы не до кобы, да, ну вот... Ну, ни в коем случае. Да, ни в коем случае. И вот мне кажется, что в этом смысле мне очень повезло с переподавательским составом в высшей школе экономики, очень повезло с наставниками, которые у меня были по жизни, вот которые там где-то с какими-то людьми встречались, и которые действительно говорили, делай. То есть, бери и делай, а там будь, что будет. Да, да, да. Вот. Да, но это же не даром это. Делай, как должно. Как должно, да. Делай, что должно, и будь, что будет, да. Да. Да, да, да. Это максима, которая нужна, конечно. Я еще что-то должен сказать, что на самом деле вот семейное право, наследственные дела, оно перестало быть какой-то экзотикой для бегло, если так угодно. Потому что у нас то же самое, у нас как бы выделили вот это направление, естественно, оно больше примыкало к нашей традиционной такому домену, там, возврат активов, там, зарубежных, банкротство, вот эти все дела, потому что там семейные истории густо намешаны, корпоративные конфликты тоже с этим связаны, поэтому мы вынуждены были выделить, вот даже и в альянсы вступили, и то есть это есть отдельное направление практики, и в принципе это все больше и больше востребовано. Конечно, такого, так сказать, бегства там какой-нибудь английский наверное это сейчас нет, но трансграничный элемент, он, конечно, очень серьезно присутствует, и это более все интересные такие трендовые важные дела. Ну, мне вот в этом плане интересно наблюдать было за тем, вот если ретроспективно посмотреть, как менялось внимание к этому направлению вообще в целом в юридическом сообществе, потому что я этим занимаюсь уже 16 лет в этом году, я в принципе ничем другим не занималась. Со второго курса работаю в сфере семейного права. Вот так сложилось и пошло. И я ничем другого не делала, кроме семейного наследственного права. И я помню это время, когда это был один юрист на компанию на подхвате там по каким-то мелким историям совершенно. Я помню время, когда это были отдельно практикующие, частно практикующие адвокаты, которые помимо семейного права делали уголовное право и ДТП, и все на свете. Вот как суд, в который ты приходишь в общую юрисдикцию, у нее 30 дел, пенсионное, страховое, спор о ребенке, 20 минут, чуть больше, чем у пенсионного и страхового, и вот дальше там еще у нее куча всего пошло. И я помню вот этот момент, когда там 6 лет назад, когда консалтеры начали, у меня был адвокатский кабинет, и я юридически большим компаниям делала семейное право на аутсорсе, потому что ни у кого не было запроса на практику, и соответственно, я никому не была конкурентом, потому что больше ничего не делала. И в какой-то момент, вот прямо это было, произошло в один год, когда начали вдруг приходить аффера и предлагали команды присоединиться к кому-то, куда-то, потому что появился вдруг запрос, давайте мы будем первыми, одними из первых, кто откроет это как системное направление, и мы разовьем эту практику. И вот дальше я вышла в БГП, и мы там действительно за 5 лет построили очень серьезное направление, у нас в какой-то момент была самая большая по численности практика там на юридическом рынке, наполненная проектами. И вот, соответственно, дальше она начала у всех появляться, появились рейтинги, появилось много всего в этом направлении, и сейчас новый виток, когда семейное право на следственное планирование переросло в private client. в совсем широкую повестку готовых решений для частных клиентов, которые уже включают в себя не только развод, семейное право, брачный договор, на следственное планирование, там, личный фонд, завещание, все что угодно, но это прям готовые решения на релокацию, на структурирование капитала, появились там вот эти разделы частный капитал, частное там благосостояние. Просто насколько вот... Защита собственности и так далее, да? Да, да, да. То есть вот 15 лет назад с чего мы начинали, все говорили, семейное право, кастрюлькины споры. Я вот до сих пор это помню, как мне судья сказал, вот эти вот ваши кастрюлькины споры никому не интересны. Вот теперь время пришло. И вот через сколько... Да, как изменилась повестка, что сейчас каждый там big law firm хочет иметь свой private clients, это направление, развивать его. Да. Гигель говорил, нет ничего сильнее идеи, время, которое пришло. Да. Слушайте, я помню, как в Лондоне в свое время давным-давно мне про семейное право говорил Дмитрий Гололобов, который в свое время возглавлял юридический департамент ЮКОСа. И вот он мне говорит, вот, он мне говорил, две идеи, семейное и мусульманское право. Решли-ка второй сейчас, подходим. Вот, он мне говорит, вот, надо всем говорить, если кто-то из молодых юристов хочет, идите туда. Ну, разумеется, я вернулся в Москву, говорит, студенты, изучайте семейное право. Говорит, да ладно, что это неинтересно. Вот, не удалось их зажечь. А теперь-то, наверное, живее. Очень интересно, да. Я помню, как мой научный руководитель в школе экономики сказала мне, что, Вика, запомни, люди всегда будут лечить зубы и разводиться, и ни то, ни другое не могут делать сами. Интересно. Да, 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 да. Коллеги, а вот у меня вопрос к Алексею. Вот мы, перед тем, как начать съемку, обсуждали, и каждый говорил о том, что какой судебный акт кого поразил. Вот Алексей поразил один судебный акт. В котором мы сами участвовали, что называется. Не, ну, неважно. Но, да, вествок как раз. Нет, причем поразил это именно качеством судебного решения, что таких судебных решений не писали до этого. А что там такого было? Ну, писали, конечно, но здесь просто это, по сути дела, прорыв в сферу трансграничного банкротства. Потому что то, как говорилось словами классика и марксизм, то, о чем так долго говорили большевики, наконец произошло. То есть была череда решений, особенно в условиях санкций, речь идет о наращивании юридикционного как бы эшелонирования, если так угодно говорить. Потому что это создает некую базу для сторон защитить свои права в своей юрисдикции. И не только защитить свои юрисдикции, примитивно, к иностранным игрокам, но и создать возможности для экспорта соответствующих решений за рубеж. То есть типичная ситуация, когда иностранная компания имеет здесь активы, но не имеет корпоративного присутствия. И как быть? И здесь как раз вот была решена по сути дела задача, венчана целая череда дел, которые в рамках дела Весток она дошла до Верховного Суда, и это было по заявлению иностранной компании в отношении имущества иностранной компании, и было признано возможность не только банкротства, но и было расписано в соответствии с типовым законом Вестситрал возможности первичной и вторичной процедуры по банкротству. Это не только дало и защитило права российских корректоров, но и встроило вот этот процесс в международную регулирование. И с этой точки зрения, да, это пришло, об этом давно говорили и об этом мечтали, и наконец потребовали совершенно экстраординарные обстоятельства, которые это все подвинули. Вообще, честно говоря, в отечественном правопорядке этот кейс был назван как культовый. А из каких стран были компания? Типр. Там очень много, там спор интереснейший, потому что там и как бы была якобы некая филированность, там и строительный бизнес и так далее. Там много ничего интересного, вот, но самое даже интересное не было решение по конкретному спору, хотя оно тоже очень интересно, а именно заложение общих принципов. Так что даже некоторые коллеги, которые принадлежат к цеху, у нас же есть как бы и в банкротстве, и в других, там есть как бы клейманс бар, то есть юристы из софт, то есть которых представляют конкурсного управляющего и кредиторов, системных кредиторов, есть те, которые представляют, наоборот, должников. Вот в Англии, допустим, четкая очень специализация. Фирмы, нанимают, все понятно, так, эти мошенников защищают, эти их преследуют. Но они же все те же, да? Да, абсолютно. Все прекрасно, как только назначили, как бы, все прекрасно понимают, о чем идет речь, и судьи знают уже тоже. Вот. И здесь тоже, там, вот, были высказаны мнения, ну, как же так, вот, суд же не должен, там, писать право, они, там, взяли, расписали, там, все сказали, ну, вот, впервые, там, чуть ли не нумерация, введена, там, параграфов, там, судебно, что такого же никогда не было. Там, даже к этому прицепили. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, с этой точки зрения, много нового интересного, и это как раз дает возможность с оптимизмом смотреть вперед, потому что, помните, такие похоронные были мнения о том, что, ну, вот, Верховный суд, там, проглотил вас, я об этом все равно до сих пор, конечно, тоже оскорблю, ну, чтобы все, конец, эконом-коллегия не справится. Она выдает достаточно очень хорошее, высокое качество, высокое оцениваемое профессиональное. Что это за судьи, которые выносили это решение? Это был, был непосредственно, нынешний кандидат в председателе Верховного суда Подносова, она внесла соответствующий, да, потому что сначала было отказное, потом она подала соответствующий акт, и дело было пересмотрено. вот, в эконом-коллегии, и, конечно, профессиональное сообщество очень обрадовалось. И с этой точки зрения, конечно, еще раз говорю, это очень большой повод для оптимизма, что не топ-то. А специалист по банкротству, да, просто интересно? Она, она, так скажем, здесь, я думаю, произошла определенная такая комбинация факторов, потому что была предварительно уже некая судебная практика в этой части. Рынок ощущал необходимость этого сделать, потом в составе, в Верховном суде есть очень хорошие достаточно, конечно, специалисты, которые, наверное, тоже были привлечены и были в составе по рассмотрению этого дела, и вот в результате это вылилось то, что это вылилось. В принципе, на самом деле, мы же помним, да и в практике и Высшего арбитра суда, и Верховного суда, помните тоже, как сначала там субординация, когда пошла, или субсидиарная ответственность, когда там пошла, тоже она сначала шла так тяжело, очень жла, потом уже такой минстрим, даже говорят, потом уже, ну, слушайте, надо как-то ограничивать это, поэтому вот этот, конечно... Ну, там понятно, кто это выносил, да? Да. Специалисты по банкротству очень большие. Да, там действие разом, да. Я имею в виду Высшим арбитражным судам. Да, бесспорно. Сарбаш, Витальский, Егоров. Мы понимаем, вот тут огромную такую подпитку со стороны аналитических подразделений. И знамя подхвачено, конечно, и, естественно, там практика мощнейшая, то есть это все... А разумов был тоже, да, в этой коллеге. Да, да, да. И мы исходим из того, что вот знамя и та практика, которая Высшим арбитражным судом, она не... ушла куда-то в песок, она не выброшена, то есть она вот реализуется и... А вот интереснее, этот суд, потому что так развивается, тем более верховный суд. Я тоже могу с своей стороны сказать, что когда упразднился Высший суд, это ужасно. Я-то думал как раз еще о разъяснении их общего характера, постоянных преданных, что все, конец. Оказалось, не конец. Оказалось, очень работоспособные рабочие группы, которые, в общем, создали целый ряд постоянных преданных крутых, начиная с 25-го. Да. Сейчас, говоря, участвую в этих группах, скажу, что в общем, атмосфера творческая мало чем отличалась от того, как обсуждал судей С Васильевич не надо соврать, поэтому, я думаю, Вы Высшим арбитражным судебным. Жаль, что там кого-то не было, это очень жалко. Но в целом приемственность какая-то есть. Сохранилась, да. Это самое главное. А вот где нет приемственности, это в нумерации судебного акта. А вот интересно, как Вы объясните, вдруг появилась нумерация, еще более будет удивительно, если она появилась только в одном судебном акте. А вот дальше, если ее не будет, у тех же судей, которые были в коллегии. Вот это интересно, да? Это правой футуризм. Это, так скажем. А это, может, просто так распечатали. Конструктивизм. А просто распечатали, да? А вот так. Иногда, знаете, всякие бывают, конечно, вещи. Случайно, помочь. Вы же помните, иногда в помочь была история, там, в СГЭМе там тоже распечатали, что там при просвечивании там оказалось какое-то совершенно такое не совсем юридическое слово. Поэтому такие вещи, которые до этого не было и не повторялись. Потому что нумерация и вот то, о чем Вы говорите, это разного порядка совершенно. Абсолютно. Я просто это говорю, что, конечно, где в одних случаях это курьез, допустим, в решениях зарубежных судов, особенно тех судов, которые расписывают, типа высокие суды Англии, они же пишут достаточно, там, у них средний размер 30, 40, 50, 60, 90. У нас то, что уже свыше там 10 страниц, это уже достаточно так серьезно. Вот. И, соответственно, да, ну, видимо, когда есть что нумеровать... Ну, то есть что, в других нету в судебных актах? Нет, ну, есть. Ну, а так же? Просто, как вы говорите, если есть... У вас были несчастные случаи на странице? А в других-то нету. Будут. В других нумерации нет. Значит, в других нечего нумеровать. Я бы не стал так рассматривать вопрос. Постепенно... Так я хочу понять, мне вот это очень интересно, я-то за нумерацию. Будут, конечно. Я как раз за то, чтобы... Мы все за нумерацию. Вот это вот... Ну, знаете, вы так далеко уйдете. И не надо номер 666 думать. Да-да-да-да. Я-то только за это, я к чему спрашиваю, что я тем самым выражаю надежду, что реально эта нумерация будет. Ну, вот когда, ну, легче ссылаться на... Конечно, легче. Это где правая позиция, где... Ну, у Конституционного суда есть, что давно нумерация. Да-да-да, дай бог, чтобы это было... А это что, президиум были экономические коллеги? Нет-нет, это коллеги. А, ну, будем надеяться, будем смотреть за тем, чтобы нумерация вошла в обычную стандартную практику экономической коллеги. Ближайшие. Ну, да. Ну, из-за этого надо выпить так. Да-да-да-да-да-да-да-да. Давайте, да. Пронумеруем, кто как чокался. Так, так, я первый. Главное, за прогрессивные правовые позиции. Ну, и только за прогресс. Мы регрессы не допускаем, только за прогресс. И за все хорошее. Хотя, коллеги, я вот очень хорошую мысль услышал, что иногда прогресс, он состоит именно в воздержании от чрезмерной активности. Это тоже некий прогресс в определенных вещах, потому что... Об этом Николай Борисович практически весь тост сказал. Все-таки не нумеровать. Не-не-не. Ну, и что-то вы определитесь, а? А, может быть, АБЦ? А, БЦ? А, Б, В? А, Б, В, да. Именно кириллицу, кириллицу. Нет, непонятно, непонятно. Понимаешь, что позиция дусмысленна? В этом смысле... Нет, кириллицу... Про кириллицу я же рассказывал, да, что была у нас в одно время, вот в 90-е годы, нумерация в пунктах закона. С конца страницы. В кириллице. В кириллице была. И был такой закон до принятия налогового кодекса. В 98-м году был закон о налоге на прибыль. Закон РСФСР. Вот, там была 18-я статья. Льготы, льготы. Вот что значит? Вот, 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 вот. Это же такой налог на прибыль, не знаю, вы мне рассказываете о льготах. 98-й год какой-то. 92-й. Вы не знаете, потому что не платите. Лиза Евгеньевич, продолжайте. Вот, и там были льготы по налогу на прибыль. Ну, соответственно, они начинались в кириллице. Сколько стоило каждый льгот? А, а, вот, значит, и в исходном, в исходном варианте 91-го года заканчивалось на букве Л. Ого. Вот, а потом пошли, соответственно, значит, тот... Нет, ну, значит, М, Н, О и так далее по алфавиту. Вот, и вопрос, какой был крайний пункт по льготам по налогу на прибыль? Твердый знак. Ну, конечно же, Х. У вас фантазии что-то не хватает, господа. Нет, смысл в том, что возможности алфавита были исчерпаны. Ну, я думаю, что они пошли по второму кругу. Последний пункт был Я-33. А твердый знак был задействован? Твердый знак не был, как и Ё. Я продолжал. Ё и краткое, твердый знак, мягкий знак. Ну, это Э-Ю-Я, и дальше пошло Я-1, Я-2, Я-3, и вот как бы... Я-33, убил. Я-33, да. Убил. И на этом были финализированы попытки что-то нумеровать в кириллице. Потому что возможности кириллицы очень быстро исчерпаны. То ли дело арабское... То ли дело цифры, да. Или дело иероглифа, которые придется скоро всем учить, что называется. Как у вас, кстати, сотрудничество с нашими китайскими коллегами налажено? Это вот... Не туда. Я, конечно, подписывал в Мьянме соглашение как советник центра. Как свидетель. Вы были свидетелем. Витнес. Витнес. Я свидетель. Я был свидетель. Я никогда... Я не знаю, может быть, я женился в Мьянме. Я же не знаю. Но Леонид Агейдж был свидетелем. А свидетелем чего? А свидетелем того, как вот... Как женился. Чуть не женился, да. На ком? На мьянке? Нет. Бирманке как-то. На целой ассоциации. Там был минмарский арбитраж. Вот. И на нем можно было жениться. На арбитраже на целом? Новое слово, конечно, в семейных отношениях. Но нет. На самом деле мы просто подписывали соглашение о сотрудничестве. Абсолютно. 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 Абсолютно контракт. Но почему-то у них вот практика тоже, да? То есть я такого не видел. А ты, наверное, это... Вы, наверное, подписывали без перевода. Оказал, все имущество подарил. Между прочим, нет, вы смеетесь, что у нас сейчас дело греческое. Брак заключается в Греции. Ну, я его так называю по юрисдикции. И нам, значит, переносят это заявление, значит, которое подписывал там. И она думала, что это обычное заявление, как у нас в ЗАГСе на вступление в брак. А там, кроме этого, столько много интересного. И все на греческом. И все на английском. Все на греческом. И вот она говорит, а что бы теперь с этим сделать? Международно же это не перевели. А там и какая фамилия будет у детей, которых еще и вот. И много других разных интересных историй. Поэтому очень, знаете, когда будьте, хотя бы там какой-то транслейтером. Хоть сейчас переведи, хотя бы что-то привозит. Он распознает и тут у тебя переводит. Когда мне дали подписывать witness by, я краем глаза пробежался. Там, слава богу, английский был, ни греческий, ни мьянманский. Кстати, в практике, говорят, китайские компании очень жалуются, что английский не соответствует китайскому тексту контракта или там письма. Иногда это очень серьезная проблема как раз в... Ну так везде. Особенно при разрешении споров, когда там... Поэтому приоритеты. А когда абсолютный... Да, да, да. Но это уже выявляется, когда ты его прочитал. В отличие от ситуации. Как правило, после подписания. Но это так называется... Ну поэтому обычно пишут, что такая версия является превалирующей, или, по крайней мере, какой-то такой оговор. Я вот сейчас, когда вас слушала про нумерацию абзацев в арбитражном суде про качество судебных актов, ну я-то так в основном в общей юрисдикции хожу. Я вот вспоминаю несколько моментов, когда мы приносили судье пронумерованный, значит, абзац в исках, да, потому что тебе удобно найти параграфы ссылаться. Когда судья на это смотрел, спросила, что это? Можете по-нормальному написать? Ну, то есть мы говорим, что значит по-нормальному? Он говорит, ну уберите вот это, да, просто оставьте абзацы. Или там... Ну вот такой вот... В регионах особенно на это болезненно реагирует. Когда ты приносишь им, например, иск, а к нему приложение в виде всех схем, картинок, она просто так отрывает, и при тебе вот так... А ты понимаешь, сколько ты на легал-дизайн времени-то потратил, чтобы эту картинку ей, значит, собрать, чтобы все это было красиво, понятно, такая схемка, да, презентация к тому, что у тебя... Варварство, варварство, да. А сколько клиент потратил? Это никого, это... Судью не интересует... Недавно я вот в одном суде в Москве, у нас трансграничное дело, там тоже слушается, с Италией связано, и судья вдруг где-то что-то услышала про то, что если не дружественная юрисдикция, можно закон не применять. И она там... Вообще! И вообще, до свидания. А вот там... Даже российские не понимали. А там очень... На самом деле, смешная история, то есть дело раньше в Италии возбудили, дождественный спор, один к одному требованию, мы приходим в российский суд, говорим, что мы там в Италии раньше начали, причем сильно раньше, это на полгода раньше, там уже полным ходом слушания идут. Преясновительные? Да, нет, все, без рассмотрения, оставляйте без рассмотрения, потому что у нас там все, все там слушается. И она говорит, а это недружественная страна. Поэтому, говорит, мы не можем, мы больше закон не применяем. И я вот стояла, я говорю, ну, статью-то ГПК никто не отменял, в смысле не применяем. И действительно, мы прям были дебаты, я суду сказала, что, знаете, не знаю, кому больше нужен перерыв, нам или вам, но давайте мы его все-таки объявим. вот, и я обращалась в Минюст, в МИД РФ с адвокатским запросом, просила подтвердить, что конвенции действуют, что можно применять, что статья 12.13 ГПК действует. И что удивительно, мне ответили, ну, конечно, в такой же форме, что вы, вообще-то, адвокат, читать-то умеете, мы вам правовых справок не даем, но на всякий случай сообщаем. Это традиционно. Да, ну, это было, конечно, я тут где-то... Ну, и потом пришли, принесли сюда. Да, мы все принесли, она взяла еще перерыв, там, видим, на какое-то время ознакомиться, почитать, подумать, и в итоге оставила без рассмотрения, сейчас Мосгорсуд оставил в силе вот это определение. Но это было, конечно, говорит, что я вот услышала, что, ну, знаете, она еще такая фраза сказала, классная, она говорит, ну, а вообще, знаете, в какое мы время живем? И вот такие вопросы, это когда даже... Ну, не знаешь даже, что в этот момент ответит. Ты боишься сказать что-то, что потом суд скажет, что это неуважение к суду, и вообще тебя выгонит из-за судебного заседания. Такое ощущение, что вы не знаете, в каком... Вот, так что... Понятно, понятно. Коллеги, ну что, наше время постепенно подходит к завершению нашего возлияния. Кто хотел бы сказать тост? Денис Васильевич не говорил тост. Да, Денис Васильевич. Можно кратенько, на час-полтора. Нет, очень краткий будет тост. За нашу миссию юриста служить добру и справедливости. Ура! Ура! Так, и титры. Конечно, правильно, но слишком пафосно. А я не боюсь. Мы на этом месте уже все обсудили. Я не знаю, что я... Все рассказал про Лимфу. Все рассказал про Твитовскую. Все уже. Про что еще? Ивана Калиту? Что сейчас? Я тут недалеко работал, кстати, в этом. У нас просто в прошлый раз Георгий рассказал, как он здесь работал, в этом здании. А Алексей работал вот здесь как раз в переулке. В диктиарном и туда выход. Ну, здесь как раз все сидели. Все сидели. А сейчас мы сидим на Петровке. Ваша фирма нам фонд сопровождала целый год по всей правовой. Я знаю, я знаю. Петровка в хорошем смысле. Так вот, сейчас убыл ваш главный литикат. Он биджепишный, он же там уже. Он ушел. Он ушел? Ну, куда? Это кто? На Кипр. Нет, это Ванев ушел. Ванев, Ванев. У нас четыре партнера одновременно ушло. У вас что-то... И вы решили добить их. Это был... Да. Гвоздь программы была. Я в этом был уверен. А потери в биджепи большие, конечно. Сознание принесло. Гвоздь программы в крючок роста. Вы вот спрашиваете, почему нет юридического сообщества? Вот после круглого стола все вышли и начинают. Мне кажется, это наоборот подтверждает. Подтверждает. Что мы заинтересованы. Ростки. Да, да. Мы заинтересованы. Неравнодушно. Судьба наша. Друзей. Конечно. Не просто так. С улыбочкой. Конечно. Конечно. Вот с такой. А вы в одном департаменте работали? Мы в одном кабинете. Да ладно. Я когда пришел на работу в интернет-сод, были в одном кабинете. Да. Я вот здесь, а Николай Борисович тут. Да. Я только вот в Телеграме... Какой департамент? Это с управлением? Ну, управление. Я уже запамятовал. Я вот читал, как Александр Кузнецов рассказывал, как он Дениса Васильевича попросил таскать мебель. Он там, когда пришел на работу. Я уже забыл. Помнил? А он вспомнил. А он помнит такие-то вещи. Он все помнит. Я не придал значения, просто... Это дела давно минувших дней уже. Дела давно минувших дней. Ну да. Это же приятно вспомнить. Бойцы вспоминали минувшие дни. Да, да, да. Таскали мебель. Затаскивали. Вряд ли же вытаскивали. Скорее всего, затаскивали. Это позитивно. У нас, я помню, знаете, студенческая такая была. Тема. У нас был один парень в группе, который был уже коммерсант. Он прямо занимался бизнесом. То есть на очень хорошем уровне. Потом прямо поднялся. Но там он был прямо в самом начале пути. У него уже был пейджер. Это был сериал 90-х. Причем для Владимира. То есть пейджер. И вот он, значит, сидит такой на парте, что-то рассказывает. Ну вот мы поедем, да, там Альфа Групп, там вот в Москве, там это чух-чух-чух. Евробондыр не понял. И в это время, в это время, во Владимире, да? Да, во Владимире. И в это время приходит зам декана, дает ему подзатыльник, говорит, ты что сидишь на столе? Ну-ка пошли в мел таскать. И он, да, да, да. И вот тебе вместо видео бандов крутой, да. Владимир Мил. Всегда найдется кто-то. У нас в свое время произвел фурор Александр Михайлович Бабаков, который там ныне в «Справедливой России», а он нас преподавал политэкономию. На втором курсе, я помню, он пришел тогда на семинар, и он раз так, ну, это мобильный телефон, он здоровый еще такие. На всех, все так, ооо, так ничего себе. И он так звонили во время того, раз, вот сейчас, ребят, секундочку, это еще сам, раз, там, да вообще там. Практикоориентированный политический экономик. Да, 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 да. То есть такие это все. И я еще помню первую курсовую я печатал еще на машинке. И первый раз, когда было на первое дело в этом, в Энгеме, еще на Новой Басманной 10, я прихожил, я пришел туда, там, значит, естественно, не явился, и мы что-то удалось там, что-то мы срезали неустойка там раз 20. И студия раз, такая студент еще там третьего курса, что ли, представлял там одно там хозяйство, что субъектно, она там так все, и она тут же на машинке тут же напечатала решение, там она с копиркой тут же дала. Ничего себе. Да, это тебе не пиодида. Вот так вот, ребята, к вопросу, да, о скорости и умениях, там, и сеть, и жнец, и не двигаются, да? Нет, вообще, конечно, это просто. И там сразу, набило, сразу. А теперь Джипетичаты, которые седебную практику придумывают. Седебную практику застали этих машинисток, которые вот сидели, просто вот это все со страшной скоростью, все курили практически, знаешь, а я думаю, как же при такой вибрации, которую они создают вот руками об этом, вот это, как у них пепел не падает вообще, как-то вот они виртуозные еще, это все женщины такие были. А я помню вот эти фиолетовые такие копирки, которые ты клал, клал сверху бумагу, писал, и у тебя там второй экземпляр появился магическим образом. Именно так печатали, они там сразу раз копирки, там сразу две копирки. Черный или фиолетовый? Фиолетовый, вот так. А были еще печатные машинки потом с памятью. Там нажимаешь на клавишу, она все воспроизводит. Ну, до определенного силы. Это уже, да, это уже такое, это уже следующая стадия. Это уже эпоха пейджеров. Ну что, все тогда? Да. Спасибо. Здравствуйте, Скин. Скин.